Пошла запись Так, десктоп Not available, с хуёв он Я просто чувствую, что ты уже Больше на кончиках пальцев Ты последний раз был идеально, а я был не идеально Ну близко к идеальному Все резиночки, которые у меня были на работе, порвались Это потому что Илюха приходил, поэтому все порвались резиночки Так что, в общем, вот такая история Ну всё, можем нырять тогда в темки А, какие блядь темки, сука Надо же поздороваться Давай Всем привет, это подкаст Суровый веб-проект Юб Дизайн, выпуск номер 239, сегодня 28 октября Уже конец октября Уже у нас снег, почти лежит Я не знаю, можно это назвать лежит Он лежит и подтаивает, так сказать Да, он мешает проезду и проходу Проходу в основном, да Проезду-то ладно, там разогреваются Дороги от машин, и там более-менее Просто лужи, а вот проходу прям мешает 28, да, время полпятого вечера То есть как бы ещё я пока светлый А в конце опять я буду тёмный Так что, как вы любите Я надеюсь, что снег не помешает Самое главное проходу и проезду нашего подкаста И монтажу этого подкаста Вот самое главное, мне кажется Да, я тоже надеюсь, что к пятнице, как обычно, будет готово Но обещать мы ничего не будем Сам факт того, что у нас задержка уже Мы обсуждаем два, она будет дня или три Это уже, по-моему, достижение Я с тобой согласен, абсолютно У нас как всё как надо Задержка сначала подкаста, а потом мы его выпускаем Потом, да, мы выпускаем и радуемся, что всё-таки есть выпуск какой-то Да Вот, меня зовут Александр Гончаров Меня зовут Никита Тарасов И можете нам написать на work.sobaka.ru Чтобы связаться с нами по поводу рекламы Да, потому что с нашим подкастом люди сеньорами становятся И теперь этим сеньорам вы можете что-нибудь продать У нас что-нибудь есть сегодня? Вот что у тебя интересно вообще? От чего ты прям вау-эффект испытал? У меня всё интересно Что можно сказать такое? Можно, блин У меня и дефицит цветов в современных фильмах И популярная музыка на самом деле деградирует И то и другое можно в одну тему как бы объединить И сказать Да, просто современная популярная культура деградирует, например Так мы, опять же, мы не говорим громки Это мы просто обсуждаем типа такие Обсуждаем, а я тебе и обсуждаю А, это ты так обсуждаешь, я понял Вот Ну, про Sony, про коробки никому не интересно Тем более оно в конце Я думаю, что вот у меня вот одно такое жирное есть Что у тебя есть? У тебя какие-то там джаваскрипты Да, у меня три джаваскрипта типа Ну, то есть у меня две вью, один джаваскрипт Один вью — это вообще рафлотемка Второй вью — это, ну, блядь, я думаю, оно норм А тоже оказалось рафлотемка Но неважно, можно будет размазать Реальными кейсами с работы приправить И получится типа прикольно Но вот самая первая тема по джаваскрипту Там шесть bleeding edge новшеств Оно реально круто То есть я прям некоторые такие А, вау, классно буду использовать Причем наверняка по деменциям Мы уже обсуждали какие-то из них И я тоже говорил, вау, будем использовать И не использовал Но вот сейчас я прям проникся, перечитал И прям кинул в наш чатик, в командный На работе То есть реально будем использовать А то, что ты там в телеграф запихивал Чтобы на медиуме Это сам, это рафлотемка Но она, блядь, все равно прикольная Особенно учитывая, что ее можно в заголовок вынести Хотя, опять же, мы типа теперь так не делаем Чтобы забайт Мы все можем Наоборот, мы байтим вообще Ну, да Опять же, мы и не наврем Потому что мы это обсудим Просто, ну, как бы, смотри Чтобы не ходить вокруг да около Там темка, типа, десять вопросов Которые задают на интервью по Vue.js И, казалось бы, там должна быть зубодробуха Но там именно рафлотемки Как будто ты вообще первый раз знаешь И там, типа, что такое Vue.js? Что такое компонент Vue.js? Ну, то есть, если тебя собеседуют Такое спрашивают Тебя на джуна собеседуют А нас, как бы, вряд ли слушают джуны Поэтому, ну, то есть Не, нас только сеньоры слушают Но они, я думаю, знают, как ходить на собеседование Вот именно Они, во-первых, знают И, во-вторых, им, когда они на сеньор Им задают реальные кейсы Вот у вас такая-то проблема Такая-то асинхронность Надо вот так-то передать инфу Из этого компонента в этот Что будете делать? Вот, по крайней мере, я, когда собеседовал у людей Я такие вопросы задавал И когда люди плыли уже И я понимаю Ты сразу такой А что такое Vue? Я спускался на этот уровень Ну, типа, я уже тогда собеседую На мидла или на джуна То есть, в зависимости от того Как мне отвечает на первый вопрос Я подстраиваю все остальное асинхронно Это, кстати, ну, уже хвалить себя Это, кстати, тоже хорошая практика Согласен Это скилл надо еще иметь Но это ты научился на наших подкастах Так бы ты не знал ничья Так на наших подкастах вообще Можно всему учиться Они классные Даже в Ульдуме фармить альпаку Тоже можно научиться Блин, альпака звучит, если честно Как текила какая-то Ну, и тем не менее Это реальное животное То есть, как бы здесь Если бы у нас был Хотя у нас есть теперь императорский монтаж По дудю Поэтому, может быть, я подмонтирую сюда Изображение альпаки Чтобы как бы было понятно Ты смотри, рендерится Будет опять 12 часов Только из-за этого изображения Да, но будет тоже в 60 FPS изображение Из-за этого все просядет У нас, кстати, сегодня опять Мы начинаем с космоса Мы же здесь космонавты Вот NASA обнаружило следы воды На видимой стороне Луны Знаешь, есть всегда В популярной культуре Такое понятие, как Обратная сторона Луны Конечно Я всегда думал Что это значит А оказывается Вот Луна так вращается Вокруг нас И Солнце так Мы вокруг Солнца Все так вращаемся Что типа Какая-то часть Луны Она всегда в тени То есть там Туда никогда Солнце не попадает Потому что Взаимное вращение Луны Вокруг Земли И, соответственно, нас Ну, нас это в смысле Земли и Луны Вокруг Солнца Так компенсируется Что есть обратная часть И как бы Ее очень сложно Запалить с Земли Потому что с Земли Ну, типа там Ну, ты понял Когда она в темноте То там меньше видно И так далее Поэтому у нас есть Специальные телескопы Инфракрасные Которые палят Там в темноте Смотрят Что вообще И так далее Я вот раньше думал Что вот я из любой точки Смотрю в небо И все видно Можно любую точку Галактики Там Вселенной Посмотреть А ни хрена Часть созвездий С южного полушария Земли Хорошо видна Часть там С северного Понятно, что там При смене Времен года Чуть-чуть компенсируется Но тем не менее Канонически Некоторые вещи Смотреть там С экватора Как, собственно Опять же Лебедич любит говорить Лебедич Что все космодромы Лучше бы были на экваторе Потому что Нужно меньше Компенсировать Всяких там Вращений При пуске ракет И как бы Ну, это проще Поэтому у нас Собственно Мы все ракеты Посылаем с Байконура Потому что Это самая близкая Дружественная точка К экватору Для нас Логично Так То есть Получается, что Ту самую часть Луны Которую мы не видим Ее никто не видит И там всегда холодно Потому что Ее и Солнце еще не видит Ну да, да Не, мы ее видим Потому что Ну, ты, во-первых Можешь ее облететь Физически Она не так далеко Во-вторых Сама-то Луна Когда вращается Вокруг Земли Она Ну, то есть Она же и вокруг себя вращается Так же, как и Земля Вокруг своей оси Поэтому Ее как бы видно Но там темно И поэтому Для нее другие телескопы Так сказать Используются Вот В том числе Напишите в комментариях Если я все переврал Это прикольно будет Но да Так вот Этот инфракрасный телефон Телефон, блять Инфракрасный телефон Apple Звонят Apple Идея вам новая Инфракрасный телефон Да Так вот София Расшифруется Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy Ох Он установлен На борту Модифицированного самолета Boeing 747SP Представляешь Целый телескоп На самолете летает Причем Чтобы ты понимал На высоте Я сейчас скажу По-моему 13 километров Да Сейчас я найду Где-то тут было Да 13 тысяч метров Для чего На такой высоте Для того Чтобы наша атмосфера Земельная Не искажала картинку То есть Когда ты из разреженного Воздуха смотришь Уже ничего не препятствует Свету Прохождению И как бы да Так вот Там нашли молекулы воды 26 октября Там это Наоборот На видимой Да На видимой То есть На невидимой Уже находили воду Потому что Ну как Как бы там Солнца нет И там холодно И понятно Она там не растапливается Ну то есть У Луны Нет атмосферы Как мы знаем Поэтому ничего Не препятствует тому Что солнце Все высушивает Так скажем Вот Ну то есть Испаряется Все прямо туда В космос Да А тут соответственно На видимой стороне Есть вода И все такие Вау Ни хрена Майндбловинг Потому что По идее Воду на Луне До этого находили Только так называемых Холодных ловушках В полярных регионах Куда практически не попадает Солнечный свет Или в холодных Затененных местах На обратной стороне Так А это просто В жаре где-то нашли Лужа Да Да Но опять же Это инфракрасный телескоп То есть мы видим Соответственно Что где-то Она там есть А по факту Физически Скорее всего Оно находится Все равно В каких-то там Молекулах Кремния Там стекла На Луне И так далее То есть его напрямую Не может солнце растопить Но из-за того Что у нас инфракрасное излучение Оно видит чуть-чуть Насквозь Так сказать И да Опять же Это не то Что ты такой смотришь И там прям капелька Такая блестит Нет Там просто Инфракрасное излучение Из кратера клавий И его окрестностей На длине волны 6 микрон Что соответствует Линии воды То есть Это Это как По Энакину Я говорит Ничего Я говорит Почувствовал Только какие-то Образы и чувства Вот тут Примерно то же самое Опять же Высчитали Ученые Уже говорить По этим Господи По журналистам Ученые высчитали Что это примерно Эквивалентно Бутылке с водой Объемом 340 миллилитров Ну то есть 0,33 На кубометр Лунной породы Это мало Потому что В Сахаре Этот показатель В 100 раз больше То есть Даже Сука В Сахаре В супер Такой Засушливой местности В 100 раз больше Чем на Луне Поэтому Нашли воду Это как бы Громкое заявление Нашли реально Просто молекулы воды Но Это Нас Оставляет Перед рядом Вопросов Первый Одно Во-первых Как она там Сохраняется Но это ладно А как она там Появилась Вот это другой вопрос Потому что Это же типа Органика И это значит Что кто-то Эту воду Либо выделил Либо Ну там Как-то что-то В общем Да Вот Вот такая В общем Сенсация А что это дает Еще раз Это дает Что кто-то Эту воду Там выделил Хотя бы А еще Это дает То что Видимо Можно как-то Защитить Воду От солнца На видимой стороне Луны Так чтобы Она не испарялась Потому что То что на Луне Нет атмосферы Это ряд Вносит Так сказать Сложностей В то Чтобы там Существовать Жить И так далее В том числе Вот для того Чтобы вода Не испарялась И как бы там Ну не было плохо Сухо В конце Смешно Примечательно Что после заявления НАСА Российские ученые Пояснили Что обнаружили Присутствие воды На освещенной Поверхности Луны Еще в 2009 году С помощью прибора Ленд Установленного На американском Лунном спутнике Л-Р-О Не АЛ АЛ Л-Р-О Л-Р-О Короче говоря Я вижу Да Интересно По биполяру Очка Другие Люди Например Заведующий Лабораторией Космической Гамма-Спектроскопии Института Космических Исследований РАН Игорь Митрофанов Он сказал Что Они сообщали Уже давно Но исследователи Отказывались Верить Других Российских Специалистов Удивило Сообщение От американских Ученых О признаках Присутствия воды На освещенной Сторонне Луны Ну то есть Все русские Практически Заявили Что типа Чуваки А чё вы Вообще И тут Начали Конспирологи В комментах На хабре Писать Что скорее Всего Это просто Пиар Этого Телескопа Софии Потому что В 21 году Им не одобрили Бюджет Типа Им сказали Сбить его Нахрен Просто Что она Не нужна И теперь Они пытаются Хоть какие-то Открытия Так сказать Выдавить Из пальца Что вот София Там нам Помогает Делать Какие-то Открытия Я понял Тут там Именно реально В комментах Вгрызаются Причем Там нету Заминусованных Комментов Типа Минус 100 Кармы Тут у всех Там плюс 2 Плюс 1 То есть С ребятами Соглашаются Что скорее всего Это просто Там пиар И там Другие уже Мамкиные Ученые Именно пишут Что вообще-то На Луне Огромное количество Оксидов Средним 40% По массе Связанного Кислорода И там Разные Это И так далее Что Из-за этого Не обязательно Добывать Лунное топливо Из лунной воды Потому что По новой технологии Электролиза Пыли в расплаве Солей Кислород Можно получать В любой точке Поверхности Луны Это около 80% Массы Метанового топлива Короче Можно просто Там практически Грунт лунный Перерабатывать И уже Все норм На лунной базе Будет все классно Будет кислород И для дыхания И для использования В качестве Компонента топлива Типа Заезжай и живи Уже сейчас прям Риэлторы могут написать Ну Как раз Сейчас наверное Подумывают об этом В свете последних событий Вообще на земле И как раз Типа вот София под это Может бабки выделить Потому что Классно Да То есть Опять же Наса в рамках Программы Артемида То что мы с тобой Обсуждали Либо один подкаст Либо два назад В 24 году Планируют начать высадку Ну и вот Соответственно Тут нам сейчас Видимо на хайпе Подкидывают Какие-то штуки Что типа Да-да Начинаем высадку Опять же Может быть это По многоходовочке Уже Пиар Будущей вот этой Артемиды Что типа Это обоснованно Что высаживаемся Потому что смотрите Тут еще и вода Короче говоря А русские Как обычно Все знали Но соглашение Не подписали По Артемиде Я напомню Как обычно Все в 2009 Еще там Было открыто Это уже было в Симпсонах Это уже было у русских В общем Вот такая Космическая Космическое начало Так сказать Подкаста Мне кажется Это какой-то Значит космический Скандал Уже Или я не знаю Космическая интрига Ну а о лобном месте Это должны обсуждать По вечерам Ну вот там в комментариях Как раз обсуждают Причем Там так С сознанием дела Какие-то килограммы На моле уже считают Что такое чувство Что это Те самые Из 2009 Которые открыли Они же и в комментариях Типа Ха Да это нас А лохи Ну вот Видимо как-то да Короче говоря Посмотрим Кто лох Через 4 года А мы пока будем дальше Пойдем дальше Следующая тема Это дефицит цветов В современных фильмах Это тема о том Что чувак Не постеснялся И У него было подозрение Что Как-то все выглядит В последних фильмах В популярных Однообразно Картиночка такая Везде Примерно плюс-минус Одинаковых цветов На протяжении Всего фильма И он думает А что если Можно же как-то Посчитать Наверное Вообще посмотреть Спектр Как бы нарисовать У фильма И какие цвета Там преобладали Он значит Понял Что можно Взять И высчитать Как бы Каждый пикселик Взять И у каждого пикселика Взять цвет И Как бы Отрезать По бритве Акама Лишнее Запихнуть Это все В 255 Знаешь На 164 Условно говоря И Даже при таком Маленьком Изображении Даже если Видео будет Весить 128 мегабайт Как у него Весь фильм Даже так Все равно Спектр какой-то Нарисуется Все равно Будут цвета Основные Будет понятно В общем Да В целом Он понял Что Это можно сделать Рассчитал И на голенге Видимо это важно Написал Причем На гитхабе Есть репозитор Это просто скорее всего Важно Это самое главное Почему это на хабре А не на наука 2.0 Какого-нибудь Потому что чувак Сам прогу написал Иначе бы это было Где-то Да И смог выложить На github.com Да И вы тоже можете Если что В докере Развернуть Эту шнягу Я не побоюсь И скормить другой mp4 файл Скормить другой Оплот сделать Причем он сказал Что не могу Не могу К сожалению Прям к ютубу прикрутить Чтобы прям ссылки Перебрасывать Потому что там Был какой-то инцидент С youtube.dl В общем Короче нельзя YouTube.dl заблочили Он был раньше на гитхабе А теперь его на какой-то Китайский файлообменник Выложили Ну короче Эти Хозяева Билли Айлиш Добрались До youtube.dl Открытой библиотеки Для скачивания С ютуба И Ее анально Замодерировали И теперь ее Короче Ну Убрали с гитхаба И я так понимаю Они сейчас будут идти К каждой Всякий Save from youtube И так далее Короче почти весь софт Работает на этой библиотеке На самом деле Так-то она и в Терминале работает То есть ее можно просто На максе поставить И скачивать Через консоль С ютуба Но как бы Вот да Ну придется теперь Самому скачивать Ничего не поделать Или Скачивать Я не знаю С каких-нибудь Мало ли Откуда вы скачиваете Фильмы Вот откуда скачиваете Оттуда закидываете В эту штуку И она Будет рисовать Некий спектр Какие же результаты Он получил То есть Все-таки Оправдалась или нет Его теория По поводу того Что сейчас Во всех фильмах Новых Популярных Картинка Примерно На протяжении Всего фильма Одна и та же С одними и теми же цветами Он берет Старенький фильм Например Терминатор 2 Все мы его знаем Хотя мне казалось Если честно Что в Терминаторах Что в первом Что во втором Тоже такие приблизительно Знаешь Везде цвета Одинаковые На любом кадре Это ладно Третий Терминатор Хотя бы днем происходит А первый и второй Они почти все ночью То есть там Там вообще Там нео-нуар И киберпанк 91-го года Фильм Нашего рождения Терминатор 2 Смотрим спектр Здесь нарисовано Кто не видит Для слушателей Я рассказываю Что здесь преобладают И как бы И голубые оттенки разные И красные Оранжевые оттенки И достаточно В целом Ну есть Разные цвета И даже зелененькие Вроде там где-то В серединочке Хорошо Смотрим дальше 94-го фильма Форест Гамп В Форесте Гампе Тут еще больше Преобладает зеленых Здесь прям Терминатор 2 На максималках Терминатор 2 Плюс зеленые цвета Ну нормально Такое светлое кино Ну вот Потом он берет Чуть попозже Фильм Ну правда Такие фильмы берет Но допустим Матрица 99-го года Дурак скажет Что там зеленый Один цвет Там даже Вачовычи писали Что специально Те сцены Которые в Матрице Они всегда зелена Даже когда днем Это агент Смит Ест стейк Точнее не агент Смит А этот чувак лысый Забыл как его зовут Морфеус? Нет Злой лысый Который все издал Я понял Сайфер Не сайфер Злой лысый Чувак Морфеус Вот да Но тем не менее А там где В Зионе И где реальное Там все равно Все серое Потому что Типа реальность Серая Поэтому Ну да Потому что Они там Такую баланду Жрут Что все серое Как это баланда 99-го года Фильм Матрица Кстати говоря И там Ну действительно Все зеленое Хорошо Идем дальше 2003-го года Властелин колец В Властелине колец Я вижу И красный И синий Но знаешь Уже даже меньше Чем у Терминатора 91-го года Хотя это Властелин колец Казалось бы Я кстати не вижу Там что реально Мало зеленого что ли А как так-то Вот Как-то У него по-моему Примерает Его библиотека Ну ладно Барахлит Так Ну допустим Я поверю Что красный сплошной Это потому что В горе Ародруина Когда засаживал Свою злобу Это красный А синий Это видимо А когда мы по полям Рохана ходили Ну Рохан во второй части Был в Властелине колец Но тем не менее Синий Это видимо Когда на Назгулы Постоянно втыкали Меча по Фродо И он Мистер Фродо Вот Тогда был синий Хорошо 2003 года Уже хуже чем 91 Терминатор 2005 идем Город Грехов Ну нашел опять Какой фильм брать Ну допустим Город Грехов Я напоминаю Черно-белое кино В качестве малоцветного Бэйзлайн Типа от него отталкиваться Откуда В фиолетовых сполах Везде Я не очень понимаю Это глюк Я так понимаю Что фиолетовых сполах У него это просто Ну бах Барахлит Я понял Фиолетовый артефакт Он так это и называет Окей Но в Город Грехов Как мы знаем Если кто смотрел А кто не смотрел Ну все знают Это черно-белый комикс И помада красная Я кстати здесь не вижу особо Ну вроде что-то прорывается Ну как Ну он слева и справа Там какой-то фиолетово-красный Уже видимо ультрафиолетово-красный Ну что-то такое есть вроде как бы Но мы видим Что цветов-то практически и нету Если честно В Город Грехов 2007 Трансформеры Казалось бы Очень яркое кино Детское даже я бы сказал Тачки все Очень яркие Оранжевые Здесь что-то чуть-чуть Блекленькое такое Оранжево-зелененькое Вроде есть Не без артефакта Конечно Фиолетового Ну что-то знаешь Такое уже Даже не то чтобы Как Терминатор Даже это какой-то Ближе к Матрице уже Вот Трансформеры 2007 года Да Хорошо Идем дальше Аватар Ну Аватар Да 2009 года фильм Но в Аватаре мы помним Все синее Там 50 оттенков синего реально Да Сами синие Много синего Согласен Если бы еще в Аватаре было немного синего Это точно барахлит Но пока все Конечно Какой-то фильм Обливион 2013 года Это он игру Это он прохождение Обливион Если бы там прохождение было Там было бы очень плохо Все коричневое Как говно было бы Тут смотри Коричневого реально много Так что походу Недалеко Ну не важно Да Но приходим к кульминации Джокер 2019 года Тот самый О Джокере Который тоже все полюбили Всем полюбился Здесь какой-то Чуть-чуть Синий вроде есть Чуть-чуть Есть вроде Но Это его костюм Очень плохо Видимо Видимо Короче говоря Результат такой Что вроде бы Даже у Фантастических фильмов Типа Аватара И то не полный спектр А уж Что говорить про Матрицы Трансформеры И даже Джокера Которые в одном настроении Как бы снят Там вообще цветов нету особо Соответственно Вроде как тенденция Действительно к тому Чтобы Обеднение цветов происходит Обеднение Я хотел здесь сказать Что Особенно Почему-то он не взял Нолана ни один фильм Хотелось бы вообще Я бы хотел Такую хреновину Прогнать по всем фильмам Нолана И там было бы вообще Везде одинаково Что в фильме Начало Что в фильме Дюнкерк Что в фильме Довод Там был бы просто Один и тот же спектр Абсолютно Потому что там По-моему Настолько выверенные кадры И настолько там А я хотел бы однажды В Голливуде прогнать По-моему Настолько яркий Разноцветный фильм Я понимаю Что там тоже Желтого и оранжевого Как обычно больше всего По Алите Боевому ангелу Да Там бы Трансформеры были бы На самом деле Ты вот думаешь А там было бы Мне хочется Чтобы там Как Форест Гамбл Мне кажется Там яркие цвета Там у всех Разные рубашки У хиппи Не у хиппи Как-то они По-солнечному Лос-Анджелесу ездят Ну не знаю Опять же Придется скачивать На гитхабком Выложил все-таки Поэтому Еще хотел добавить Опять же Про любимого Нолана Довод-то я смотрел В кино Так И знаешь Я что заметил Я понял Что кроме того Что это определенные Металлические цвета Как собственно Сам Душа Нолана Видимо Но он Знаешь Умеет Видимо Это еще направлено Это какая-то Бизнес-модель По-моему Я уже Начинаю догадываться Это точно Не случайно Кто-то посчитал Какие-то ученые Кто-то посчитал Я смотрю И каждая машина В фильме Знаете Если машины В фильме встречаются То это Сто-пудовая реклама Я могу сказать Особенно В таких фильмах Как Нолан И когда Особенно Не скрывают Там Значки Не скрывают Ничего Ты что не скажешь Когда на них акцент делают Я помню В трансформерах Или где Там реально Взрывается тачка И слоу-моушеном Значок Шевроле Или там Типа того То есть Это прям было Конечно Абсолютно Не случайно И в доводе Я заметил Есть такие Машины Марки Шевроле Не Шевроле А Шкода Ты меня засадил В голову Шевроле Там Шкода Короче И Шкода Казалось бы Достаточно безликое авто Вот особенно Новые Шкоды Они Настолько Короче Сделаны Вообще Наверное вообще никто не купил Или наоборот Все какие-то Я не знаю Каким нужно быть Какой нужно быть тварью Такой покупающей Слушай Ты хотел Шкоду Йети Когда-то купить Может быть Шкода Йети По-моему Имеет свой стиль А там именно седаны Вот эти дефолтные Все Октавии Фабии И прочие Рапиды Которые невозможно Никак отличить Вообще Абсолютно невозможно Короче говоря Там вот даже Шкода При вот этих Цветовой гамме Нолана Выглядит так Вот хочется Видно что Классное авто Я тебе честно скажу Я смотрю И оно такое Знаешь Роботизированное Металлическое Такое хай-течное Что такое чувство Что Шкода Она уже Она уже Блин Ты в нее сейчас сядешь И ты поедешь И ты будешь вот Как в доводе Твою мать Ты будешь уже такой Супергерой какой-то Будешь из наночастиц Состоять Как сам Нолан И как все его творчество Если это можно творчеством назвать Вот заметь Оскорбил за секунду Заметь Посмотрите Вот реально Если вы не заметили Просто если вы просто на эмоциях смотрели Довод Но я почему-то мне именно Я смотрю и думаю Какие там тачки Думаю Ну сейчас будет какой-нибудь Ауди Оди Там было по-моему Ауди Ну как бы хорошо Я понимаю Когда Ауди рекламируют В таком кино Но когда Шкода Знаешь Я начал задумываться Но оно там реально Выглядит стильно То есть оно там вписывается Они реально Ты понимал Шкода и Ауди Это все равно Фольксваген Ауди групп Ну хорошо То есть это из одного кошелька вкинуто Просто Шкоду больше отрекламировали Потому что у зрителей Фильмов Нолана На Ауди Видимо не хватает особо А вот на Шкоде Нет Там просто понимаешь На всех чтобы хватало Ну да Ауди показали Шкоду Да Поэтому вот я заметил Что очень бизнесовый цвет То есть если хочешь Показать что-то реклам Мне кажется Если ты даже Сникерс покажешь В этом цвете Он будет вкуснее Ну Вполне Я уверен Это нихрена не случайно И как бы Может быть опять же Синий и желтый Или там синий и оранжевый Или фиолетовый и оранжевый Это короче две пары Самых контрастных цветов И вот Соответственно Я-то не смотрел Джокера К своему стыду Вот если вернемся В самый верх Статьи Левый верхний Это и есть Да Джокер Там где желто Да Вот Это два самых контрастных цвета Оранжевый и синий И соответственно Это сделано Чтобы наиболее сильно Тебя торкало Просто Это собственно все Джокер Как бы Но тут можно заметить А это все четыре кадра Это Джокер Да Тут можно заметить Что действительно преобладает Вот этот вот контраст Между синим и оранжевым Везде Да То есть это Мне кажется Это сделано тупо Для усиления эффекта То есть все взрывы Для этого Громкие музыка Для этого И это типа сделано Чтобы тебе полностью Твою защиту сбить И Кока-Колу тебе показывать И Шкоды И ты их усваивал Уже в чистейшем виде Без каких-то блокеров Со стороны мозга И видимо Контрастная картинка Она тоже для этого нужна Чтобы у тебя просто Тупо сбить всю защиту И как бы тебе Американские горки Тебе устроить Уже теперь не только Звуковые там какие-то А чтобы еще и визуально Ну цветовые Американские горки Вот у меня такое мнение Но придется теперь Скачать И засунуть И засунуть 156 Да Хорошо Давай пойдем дальше Как бы в продолжении Темы дефицита Популярная музыка На самом деле деградирует А это вот Справа Моргенштерн А слева это ЛДжей Да Ты именно Должен так говорить Именно Моргенштерн А вот это вот Секс Секс Да Слева ЛДжей Справа Моргенштерн Как бы намек На то что типа Вроде как Их музыка Это тоже как бы Деградация Но давайте посмотрим Не будем спешить Что пишут Тут тоже графики Какие-то Ёкарные Тут тоже научно Я-то думал Здесь Тут вообще Я думал Тут будут Кадиллаки И Фэнди Худи Как здесь написано Но к сожалению К сожалению Тут ни Кадиллаков Ни Фэнди Худи Во всей статье нет Поэтому я очень сильно Тупил вот так Когда читал Оказывается Ученые из НИИ Искусственного интеллекта В Барселоне Заметьте Не британцы Уже можно больше верить Так Испанцы Каталонцы Это плохого Точно не придумают Там щечки по-каталонски Они там делают Мне кажется Я когда вижу блюдо Щечки по-каталонски А я когда вижу А я его вижу Мне кажется Это какая-то отсылка К футболу Почему-то Они щечкой дают Как бы по-каталонски Смотри-ка Со смыслом Как тебе Вот Они еще в 2012 году Эти ученые Полуфутболисты Полуученые Провели Масштабное исследование Что Изменения Вообще В популярной западной музыке Важно Популярная Западная То есть Ни при чем здесь Вообще ни Элджей И ни Моргенштерн С 55 года По 2010 Года Кстати Тоже Они там не родились Еще тогда Эти исполнители Значит С этого вот момента И по 2010 Миллион песен Прогнали 500 тысяч треков Значит И Посмотрели вообще По основным параметрам Исследовали Гармоническую сложность Треков Тембральное разнообразие И громкость Тембральное разнообразие Складывается там Из разных Инструментов Вокального диапазона И можно как бы вообще Понять Богатство произведения По тембральной разнообразии И действительно видно По графикам Что За последние десятилетия Тембральное разнообразие В популярной музыке Заметно снизилось Я посмотрю на графике Я не понимаю Где видеть-то Что снизилось Ну вот Я тоже смотрю Что у нас здесь По оси абсцисс Ну по оси абсцисс год А по оси ординат Простите Что за медиан XDBFS Я понимаю Что это Видимо децибелы Ну вот И типа видно Что преобладают Громче Видимо сделан бас Наверное Или что-то там Сделано громче А зато другого Вообще нет Ну видимо Как-то так Но я Что-то я не понимаю Эти график Ну допустим Здесь текстом Пояснено Наверное Да Я попытаюсь По тексту Потому что я тоже Смотрел И такой Эээээ Ээээ Кадиллак Да 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 И значит Оригинальность Первое Оказывается Оказывается Снижение оригинальности Также доказалось Статистически Большинство Современных треков Построены практически На одной и той же Комбинации клавиш Драм-машины И сэмплера Особый интерес У ученых Из Барселоны Вызвал Так называемый Крик миллениала То есть Оказывается Все используют Это чей трек приходить на YouTube, у нас заблокирует сразу подкаст. Там просто сборная солянка по пупам, такая, знаешь, даже не по пупам, а там что-то такое, да, вообще из многих треков популярных набрано. Там комбинация нот соль-ми-соль, как мы видим здесь. И в этот момент, когда соль-ми-соль происходит, любят еще вау делать вот так. И это так называемый хук. То есть, вообще хуки это часто используемо. Вот, например, если ты послушаешь какие-нибудь треки, типа блин, даже у Кэти Перри, например, у нее есть определенные как бы хуки, которые тебя цепляют и они тебе привязываются. Есть негативные, есть позитивные хуки. Я давно ее не слушал, мне уже на альбоме Teenage Dream перестало нравиться, но это уже, да. Ну, Teenage Dream тоже можно включить. Да тут вообще до 2010 года, типа, они анализировали. Поверь мне, в Teenage Dream там Don't Ever Look Back, как говорится. Там сплошные хуки. Здесь, типа, якобы есть позитивные, есть негативные. Я бы не стал так делить. Я считаю, что хуки это вот хуки. Типа, чувак пишет, что есть позитивные хуки у Led Zeppelin и у Пола Маккартни в Yes Today, типа. Но я считаю, это тоже хуки, по сути. Какая разница, что тебя хукает Yes Today, и он тебя заедает в башке. Что тебе условный Кэти Перри заедает. И хук это всегда просто переход в рисунки от одной ноты к другой. Да, это такое, знаешь, это немножко изменение гармонии. Как здесь написано, что Переход от пятой ступени мажорной гаммы к третьей и обратно к пятой. Ну это понятно. Это просто тебя... Вот, например, на гитаре тебе просто само строение, как струны сделаны, как они строят, тебя это подталкивает. Именно такой переход сделаешь, ровно такой этот переход между двумя струнами. Да, и это как бы некая штука такая, которая называется прям червями. Мозговые, ушные черви, которые как бы заседают у тебя постоянно, и ты такой их повторяешь. Вот эта, короче, штука очень часто сейчас используется. И причем практически каждым первым, условно говоря, Интересно, это осознанно или неосознанно? Вот! Ну типа это рептилоиды сидят, или все-таки просто это уже само генерит? Мы сейчас подумаем с тобой, рептилоиды это или само генерит. Кроме этого, кроме этого, давай пойдем к текстам. Ну это понятно. Про тексты это классическое брюзжание, но опять же... Даже не брюзжание, но еще одна из причин того, что в принципе часто используются в популярных треках западных исполнителей одни и те же слова и одни и те же фразы. Еще одна из причин это то, что авторство большинства мировых хитов последних 20 лет принадлежат двум людям. Максу практически... Максу Фадееву, только Максу Мартину и Лукашу Готвальду. Они писали для Бритни Спирс, Тейлор Свифт, Джастина Биберка, Типа и многих других. То есть чуваки просто сами по себе там постоянно, например, в треках повторяют одни и те же лолипапы. Ну они просто пишут, как пишут. Пишут, как пишут. Да, это понятно. А как бы вот снижение идет из-за этого. Плюс громкость. Ну и видимо они, во-первых, а, не Пушкины. Там же есть какая-то статистика, что у Пушкина там какие-то много очень тысяч слов юзал. И в этом, собственно, его тоже талант, что он настолько разносторонне писал. А они, видимо, как бы, ну талантливые, но видимо талантливые маркетологи, а не поэты. Хотя я нисколько не хочу их оскорбить. У Бритни Спирс поэзия прям классная. Я с тобой согласен. Но возможно, опять же, мы сейчас с тобой подумаем. То есть не Пушкины они, или они Пушкины, но сознательные. Сознательные не Пушкины. Ну да, или они маркетологи. То есть, опять же, они, может, и могли бы, но зачем? Кроме этого, еще в треках используется громкость. Опять же, за последние десятилетия в звукозаписи стали очень часто использовать простой и очень эффективный прием. Усиление громкости с помощью компрессии, то есть снижение разницы между самыми громкими и самыми тихими звуками. Этот метод позволяет дольше удержать внимание слушателя, но всю композицию делает менее выразительной. Барабанные партии меньше выделяются, а разница тембров сглаживается. И вывод в статье, вот какой, о котором мы хотим поразмышлять. В целом, за последние годы музыка вообще и треки, и все творчество вот музыкальное стало немножко все-таки, даже не немножко, а сильно, доступно. Потому что появились сервисы музыкальные, часто вообще особенно. Как в потреблении, я думаю, так и в создании. И в создании, в потреблении ты сейчас в целом можешь послушать либо запилить трек, практически без проблем. Платишь небольшие бабки, у тебя целая библиотека из миллиарда треков. Причем ты нормгрейт его можешь сделать, потому что сейчас любой домашний компьютер это уже лучше, чем студийный компьютер 10 лет назад в разы. То есть как бы тут, да. Тоже, тоже. Соответственно, исполнителям, особенно популярным исполнителям, которым пишут треки, которым пишут и как бы и тексты тоже, им нужно зацепить слушателя. Соответственно, здесь как бы даже не то, чтобы рептилоидно, а просто хотя бы быть чуть-чуть популярным, хотя бы, нужно писать и хуки добавлять, и какие-то дефолтные вещи вкручивать, которые уже точно тебя сделают более прослушиваемым, и какие-то вот эти вот ушиные черви добавлять. Поэтому, к сожалению, все упрощается в этом плане. И, соответственно, именно конкретно по популярной музыке. Опять же, люди, которые слушали инди, что в 50-х годах, что сейчас, плюс-минус, одинаково выживают. Они одинаково думают башкой и заставляют себя, короче, вот это вот все раскодировать. Но если вы слушаете, конкретно не напрягаясь, например, на радио, вы бы слушали, вот если бы вы человек, который слушали с 50-х по 2010-е чисто радио и чисто популярные треки, вы бы поняли, что действительно все прощается. Да, если взять срез поп-культуры, то, конечно, это без базара. Но я думаю, это абсолютно напрямую коррелирует, просто линейно, если в Excel сделать, с уровнем распространения музыки в целом. Раньше радио купить это было целое дело, а сейчас, повторюсь, это, ну, везде. Реально каждый утюг уже музыку проигрывает. И от того, что увеличивается ширина распространения, оно и упрощается. То есть, мне кажется, это абсолютно логично. И как бы... Ну да. Тебя же никто не заставляет слушать Джастина Бибера. Никто. От этого, что сейчас стало, это распространено, тебя никто... Тебе не сделал сложнее прослушивание Баха или Моцарта. Да. Оно тоже, скорее всего, даже проще стало. Ты можешь сейчас послушать каверы на Моцарта, если это вообще можно каверами называть. Ну, то есть, исполнение Моцарта всех вариантов мира, вообще, любых рас, классов. Я понял тебя. Войны, разбойники, все могут играть в Моцарта. И это да. А про громкость ты меня, конечно, еще не спросил, что я думаю, но я забуду реально иначе. Ты продолжай, мы уже высказываемся. Да, я поэтому и люблю больше лайвки, потому что там в 100 тысяч миллиардов раз меньше компрессии, чем в студийке. И там реально барабаны, они громкие, они звонкие. Понятно, что это от звукорежиссера зависит, как он саундчек проведет и выстроит все инструменты на микшере, но неважно. Там это все равно, ну, как бы там меньше, опять же, сейчас уже куча микшерных пультов с DSP-процессорами сразу с компрессией, но неважно. По-моему, на лайвках умышленно не хотят это делать, потому что, чтобы была вот эта динамика, что тихие и громкие сильнее различаются. Например, когда вот сейчас с нами работают, работают с нами звукорежиссеры с нашим подкастом, они говорят, что у нас не хватает динамики. Как раз из-за того, что у нас все очень громко и нету тихих, а просто тихие я на самом деле гейтом срезаю. И вот я их лишка срезаю. И как бы и дураку понятно, что я-то их срезаю, чтобы шумы убрать, а не для того, чтобы убрать, ну, как бы тихие. И если бы мы сейчас с тобой писались в двух раздельных поролоновых комнатах с охренительной акустикой, можно было бы вообще гейт не применять и была бы охренительная динамика. Но это, к сожалению, не так, поэтому как бы вот пока имеем, что имеем, но в общем и в целом, поэтому я и люблю лайвки больше, потому что там больше динамика. А так как бы, ну, мне кажется, мы по ходу это все обсудили. Я считаю, что это скорее даже плюс, а не минус, потому что ты, слушая что-то классное, интересное, там, рассуждая на эту тему и так далее, тебе даже проще выделиться среди всех остальных, кто слушает, там, Моргенштерна и так далее. То есть, ну... Я согласен с тобой. Кстати говоря, по поводу электронной музыки, из-за того, что она и, в принципе, легко ее делать, типа, легче, чем какой-то инструментал сесть там записать. И по поводу того, что в электронной музыке, кроме хуков, там же дропы наши любимые. Ну, конечно. И мне кажется, дропы это тоже, типа, хуки. Я не знаю, как это сказать, но ты тоже, типа, хочешь это слушать постоянно. Соответственно, как раз вот, там, допустим, популярность условного дабстепа или драман бейса. Хотя в драман бейсе там тоже, как бы, хуки. Но в дабстепе я просто, там такие хуки. Я думаю, в этом и была его популярность. Да, потому что это вообще досвидос. И также, кстати говоря, после этого трэп, например, который все еще, мне кажется, популярен, он имеет, как бы, вот эти скрытые хуки. То есть, ты не как в дабстепе. В дабстепе тебя, как бы, накрывает волной. Там эта солирующая волна хукает. А в трэпе даже все аккомпанирующие штуки, они тоже хукаются. И как бы, ну, ты это подсознательно, видимо, воспринимаешь. Мне еще кажется, что в трэпе там, как бы, скрадывается. Вот эта волна, они тебе не дают именно саму, но ты как бы хочешь, чтобы она была, она как бы пропадает наоборот. И ты такой, блин. Но это все равно хук, да. Да, ты такой, блин. Она обрывается, она не на сколько-то там гамм, ой, господи, тонов двигается вверх или вниз, а она как бы просто пропадает. Это, в общем, тоже динамическое движение. Ну, согласен, согласен. Хотя, опять же, если мы говорим про инструментал, то в метоле использование тремоло-машин, вот этих ручек, которые дергают, с флажолетами, оно тоже позволяло делать так называемые дайв-бомбы. Это когда ты дергаешь флажолет, и тремоло-ручка, его супер вверх уводишь, тебе тоже на целые там 2-3 октавы позволяло повысить звук или понизить наоборот. И это как бы тоже было хуком, но это именно в метоле, это все равно экстремальная музыка, хотя дабстеп, наверное, тоже можно экстремальной музыкой назвать, если именно ну за бодробуху какую-нибудь слушать. Я постоянно, кстати говоря, хотел тоже слушать, когда еще очень сильно плотно слушал условный метол, как так называемые брейкдауны. По сути, это тоже как бы такой хук. Да, я не почти всегда на проигрышах, чтобы ты перевел дыхание, зарядился и разогнался перед там тоже очередным, перед повторением припева или там чего-то еще, или там прямой мелодии. Ну как бы это круто, это действительно круто. И опять же, ты вот так же электронная музыка, но по факту сам факт написания музыки, то, что у тебя все инструменты электронные, он алгоритм-то тебе особо не меняет. Ну просто у тебя реально больше вариантов, потому что ты можешь любой инструмент, то есть, ну как бы в реальности ты бы так не мог там с одной струны сразу там на другую как-нибудь там перепрыгнуть и так далее, а тут ты это просто можешь сделать сразу. Ну, мне кажется, еще очень основное это, во-первых, ты не сможешь драмы написать, если ты как минимум не умеешь нормально играть на драмах. Ну да, конечно. А так ты спокойно... Это все равно каша будет. Да, а так ты спокойно, еще тебе облитончик выровняет там все идеально. Да, да. Это как бы, ну, в общем, да. Хорошо, пойдем дальше. Расскажешь? Расскажу. Дальше у нас наш любимый российский хостинг Smart Tape. Я не устану говорить, ребята, если вдруг вы счастливый человек, который разбирается в Linux, Unix и прочих штуках, операционных системах, которые на серверах используются, купите себе WPS-ку на Smart Tape. Она здесь самая дешевая, а пользоваться ей одно удовольствие. Прокидываете SSH-туннель, защищаете его нормально, и у вас все супербыстро, супердешево и соответствует 152-му федеральному закону о том, чтобы информация хранилась на территории Российской Федерации. Поэтому обязательно переходите, пользуйтесь Smart Tape по нашей реферальной ссылке. Вам похрену чем, а нам как бы приятно. Конечно. Вам не то, что похрену, вы еще и удовольствие получите, еще попросите. Да, Smart Tape вам как облитон, примерно все выравнивает, балансирует нагрузку, потому что там все завиртуально, очень классно, в хорошем дата-центре. И все, что? А вы только получаете удовольствие, деньги и, я не знаю, что-нибудь еще. Слушатели и зрителей. Да. Поэтому europedesign.ru slash smart tape или в описании в ролике на YouTube или даже на всех наших аудио-подкастных площадках. Сука, я 238 все еще в аудио не выложил. Вот я падла. Даже на всех наших аудио-площадках в описании есть эта реферальная ссылка. Ищите, находите, переходите, покупайте. Переходим дальше. Давай. Дальше у нас статья с блога LogRocket. Может показаться, что это медиумный блог, но нет. Это свой блог, они просто слезали дизайн. И как бы, и молодцы. У нас вроде бы, как сказать, вроде бы мы бойкотируем таких пацанов. Но здесь нечего бойкотировать. Никакой рекламы, ничего не лагает, никаких всплывашек, все классно. Поэтому, пацаны, вы молодцы. Статья называется 6 cutting edge JavaScript features you can use today. Именно 6. Это 6. Вот так же. Короче, 6 суперкрутых JavaScript фич, которые вы можете уже сегодня использовать. Наверняка, мы какие-то из них уже неоднократно здесь обсуждали, хотя это в общем ES 2020, но поскольку 2020 год уже почти заканчивается, по-моему, какие-то из них мы говорили, но повторение, оно же мать учения, поэтому почему бы и нет. Во-первых, встречайте новый тип big int. Он призван, так сказать, избавиться от артефактов с вычислением в JavaScript, потому что тип number коряво представляет любые числа больше, чем 253. А как бы, если не трудно догадаться, в мире триллионы чисел больше, чем 253, поэтому с ними у JavaScript были раньше проблемы. Типа там классический 00009 плюс 00001 равно там не 1, а 1 00001. Вот. Теперь, если мы это сделаем как big int, то не будет таких проблем. Чтобы сделать big int, надо после циферки самой поставить n. n notation. Ну, типа, просто символ n. Вот. Ну, слушатели, просто представьте, а зрители, посмотрите, здесь прям примеры с консоль логами. То есть 98, 100, 07, это 98, 100, 08 будет, если обычный number. А если с big int, то без искажений, так сказать. Плюс можно, естественно, если вдруг у вас число в переменной, а не просто в цифре, то можно через конструктор big int в скобочках переменную закинуть, у вас получится число типа big int. Надо понимать, что это все-таки разные типы с number, и если мы тройное равно используем, то есть строгое равенство, то будет false, потому что это два разных типа, это два разных числа. Но, опять же, их можно переводить с помощью этого конструктора, ну, либо использовать просто двойное равно, не строгое, а оно будет отрабатывать как надо. Если мы используем, опять же, стандартные математические операции, просто мы у каждого числа пишем n, и оно работает, так, как мы, собственно, и ожидаем, поэтому, в общем, вот, это классно. А, кстати, опять же, сплюсовать обычные number и big int, ну, как бы можно, но будет работать переведение типов, поэтому лучше реально конструктором прям переводите, и все будет нормально, поэтому, да. Если мы говорим про унарные операторы, типа минус и плюсик, которые именно ставятся перед этим, то плюс не работает, выйдет type error, потому что этот унарный оператор, он именно с number-ами работает, и будет type error, что невозможно сконвертировать big int в number. Знаете об этих drawback, а обычные операторы, типа плюс-плюс и минус-минус, они все-таки работают, то есть, как бы, да, имейте это в виду. Второе, вторая фича, это оператор является ли нулевым значением. Короче, все мы знаем, что если просто false проверить на истинность, то будет, соответственно, false. А если нам надо проверить именно, чтобы был null и undefined, ну потому что реально, мы иногда задаем значение false, ну логическое, и оно для нас не является фолсовым, типа мы хотим просто задать false. Ну то есть, условно, там, чувак сдал экзамен, true или false, мы передаем false, что он не сдал экзамен, а внутри мы рендерим, типа если никакое значение не прилетело, то отображай, чувак не сдал экзамен. Если мы просто так оставим, когда прилетает false, у нас будет чувак не сдал экзамен, хотя по факту он просто сдал его хреново. Ну типа, вот такая проблема. До этого мы использовали, например, в проекте loadash библиотеку, потому что там был из nil метод, который проверяет, что это именно равно-равно нул и равно-равно-равно undefined, потому что false это как бы для нас является все-таки трушным значением, просто ну как бы отрицательным. Вот, теперь есть просто оператор 2 вопросика, который позволяет эту проверку произвести. То есть нул 2 вопросика 2 выведет нам 2. Это логический оператор, который собственно ну как бы чё, всё, вы поняли. Нул 2 вопросика 2 будет 2. 0 2 вопросика 2 будет 0. Раньше 0 это было нулевое значение, а если мы используем вот этот оператор nullish coalescing оператор, вот, проверка на нулевость, то он выдаст 0, потому что 0 это валидное значение для этого оператора. Поэтому тут как бы оно в общем в разных языках уже давно есть, кроме JavaScript, но здесь соответственно оно появилось впервые. Здесь только надо помнить опять же одну деталь, что если мы используем этот логический оператор вкупе с другими логическими операторами, ну например или, там 2 павочки вертикальные или и 2 амперсанда, то выражение, которое используют 2 вопросика, нужно брать в скобки, иначе будет ошибка синтаксиса. То есть надо его как бы отдельно просчитывать, что вот сначала вот это просчитай, а потом уже со всеми остальными логическими операторами, так сказать, проведи параллель. Так что вот, встречайте, так сказать, используйте и отказывайтесь от лодеша, если единственный метод, который вы из него использовали, это изнил. Дальше промис any. Все мы использовали промис all или промис race уже давно, потому что их еще в ЕС 2015 представили. В ЕС 2021 представили промис any. Промис any, он выполняет также несколько промисов, но возвращает результат выполнения любого, который первый выполнится. Практически как в промис race. С одной только разницей, что в промис race reject ну смотри, ты передал значение промисов, типа 4 промисов, в котором ты добавил, в одном промисе ты добавил плюс к комментариям, в другом ты изменил какое-нибудь текстовое поле, ну и так далее. Если ты в promise race это закинул, ошибка в любом из промисов тебе выдаст сразу ошибку, потому что как бы, ну так устроено. В promise any тебе ошибка выдастся, только если все, весь передан массив промисов у тебя с ошибкой, ну, reject нулся. То есть, ну как бы это всегда нужно понимать, что если у тебя не зависящие друг от друга промисы, то ты их можешь промис any закинуть просто, и у тебя как только один из них выполнится, ты уже на форме отобразил, что там ну успешно, классно, здорово. Вот. И соответственно, если только все из них отрицательны, только тогда ты будешь отображать, что извините, произошла ошибка. То есть, это зависит от бизнесовой логики. Если у тебя четыре обновления и тебе нужно только при reject всех четырех обновлений отобразить ошибку, то можно использовать промис any. То есть, как бы это каждый понимает для себя, кто использует асинхронность активно, причем несколько асинхронных запросов одновременно, тот как бы меня услышал сейчас и понял, а кто нет, как бы просто пропускайтесь. Кто не понял, тот поймет, я думаю. Вот да. Также и промис all settled, новый метод, который позволяет по сравнению с промисом all, его разница в том, что промис all rejectится, опять же, мы отправляем четыре промиса и заворачиваем, что промис all, выполнить все их четыре. Они асинхронно все четыре пулятся, и если хоть один из них rejectится, то уже все rejectится. В промисе all settled rejectится, только если все из них прилетели rejectнутые. Но кроме этого резолвятся они не по отдельности, а всем массивом. То есть, когда промис all settled возвращаются все три промиса или четыре, которые мы отправили, результат нам возвращается массивом, и мы можем его перебрать. Ну, типа, нам приходит успешно обновлен комментарий, успешно обновлено поле, успешно ттт, и мы можем массивом уведомлений сразу отобразить. Это успешно обновлено, это и другое. Мы, конечно, могли их все по одному отправить, эти промисы, awaited их, ну, или обвернуть в then catch, вот, но тогда это было бы дольше, чем через promise all settled, потому что в promise all settled они все с разом отправлены, а не по очереди ждя друг друга. То есть, опять же, это зависит от того, какое поведение вам нужно добиться, и уже исходя из этого вы используете либо promise any, либо promise all, либо promise race, либо promise all settled. То есть, ES2020 нам добавляет два новых метода для работы с асинхронностью, которые очень классные. То есть, я прям знаю use case и конкретные в формах, ну, в формах стопудово это всегда имеет место, ну, в обновлениях каких-то списков, наверное, тоже, но там редко несколько promise отправляется, обычно они все-таки по одному, и даже если несколько, то они зависят друг от друга, а именно когда мы обновляем форму, это могут быть абсолютно независимые друг от друга вещи, и их надо хендлить по-разному, так что вот так. Optional Chaining Operator, это давно было в Java, насколько я помню, в JavaScript только сейчас завезли, вопросик с точкой оператор, он позволяет, короче говоря, вот у нас есть вложенный Object, в нем может быть Object User, в нем объект Profile, в нем там свойство Никнейм, и мы, чтобы обратиться сразу к Никнейму, сейчас обязаны проверить, если существует Object, если в нем существует User, если в User существует Profile, это три условия дополнительных, только тогда обратись к Никнейму, потому что если мы просто к нему обратимся, и какого-то из этих вложенных объектов не будет, то будет TypeRore, типа чувак, нету такого говна, пошел нахрен, в данном случае с чейнинг-оператором мы можем просто в одну строчку, по факту это просто синтаксический сахар, который нам позволяет три if, а не писать, или три тернарных оператора, мы вот так вот это пишем, Object, вопросик, вопросик.user, вопросик.profile, вопросик.никнейм, и все, у нас если никнейма нет, или если какого-то из этих трех свойств нет, просто undefined приходит, и все, в общем-то, в большинстве случаев это и есть желаемое поведение, если этого никнейма нет, просто верни нам undefined, и мы обработаем, что его нету, не надо нам вышвыривать TypeRore и заставлять нас писать, ну как бы, много if, это тоже очень крутое нововведение, в данном случае, если вдруг мы не к property, не к свойству, обращаемся к методу, его тоже можно вызвать через вопросик с точкой перед скобочками, тоже, в данном случае, если метод не существует, вернется undefined, не будет, типа, функция не найдена, соответственно, если вдруг у нас параметризирована эта хрень, то есть мы Object, User, Profile, а потом какое-то свойство, типа у нас есть массив строк, где name, nickname, email и так далее, и мы в цикле проходимся по этому массиву и вытаскиваем из User, Profile, nickname, email, мы можем параметризировать, как мы это обычно делаем через квадратные скобки и перед этими квадратными скобками также поставить вопросик с точкой, что типа, если этот проб существует, то выведи, если нет, то будет, соответственно, undefined, то есть это круто, то есть вот эта штука тоже, мы ее давно все ждали, и я не знаю, как бы, ну, наверное, уже бабель тоже обновился, короче, затранспайлиться нормально все даже для старых браузеров, но уже в новых будет работать просто из коробки, то есть на LogRocket эти же не напишут о том, что это уже поддерживается во всех браузерах, если не поддерживается, поэтому я думаю, можно смело писать, если у вас транспайлинг в проекте хоть какой-то есть, поэтому это круто. Так, ну и последнее, Global This. Как мы знаем, JavaScript у нас есть не только в браузерах, он у нас есть еще и на Noddy, он у нас есть там у всяких роботов, там на смартфонах и так далее, и везде This это абсолютно разная хреновина, то есть в браузере это Window, где-то это Frames, я не знаю, кстати, где Frames, я не знаю, напишите в комментариях, я как бы не шарю во всех местах, где JavaScript, но, короче говоря, в Noddy это Global, в WebWorker это Self. Да и в Counter-Strike это Global тоже. Да, а в Dota это National. Так вот, и, короче говоря, я же правильно сказал? В Globe это National называется чемпионат? International, я бы даже сказал. Да? Ну, окей. Короче, шутка почти засчитана. Вместо того, чтобы сейчас делать 100 проверок, ну, типа, у нас один общий код и для Noddy, и для браузеров. Я слабо себе представляю, где есть такой общий код, и где в этом общем коде понадобился бы глобальный объект. Опять же, напишите в комментариях, если вы такое знаете. Ну, допустим, он есть, и, допустим, соответственно, нам не хочется писать 100 проверок, типа, if Environment Noda тогда это Global, если Environment WebWorker это Self, ну, и так далее. Мы просто Global This используем. и Global This это переменная, в которой будет сразу тот самый This, который характерен для данного Environment храниться. Поэтому пользуйтесь, радуйтесь, и вообще, опять же, мой топ это Promise All Settled. Очень часто нужно обработать, то, что там массив результатов приходит, это круто. Вот. такие дела. Интересная тема. Скажем так, круто. Я просто вижу, что там дальше еще... Это пока только разогрев. Это пока только смазочка. Это самое сложное из них. Дальше сказочка будет. Дальше сказочка. Ну, давай, тогда давай сказочку. Давай сказочку. Вторая тема. 10 вопросов на View интервью, которые вам задаются, если вы на View разработчика приходите. Вот так. А прям подожди, то есть есть прям такая, ну, не то чтобы такая должность, но когда ты приходишь конкретно, и написано знание View, не пишешь же разработчик View, обычно как пишут? Front Ender там какой-нибудь, или там JavaScript разработчик. То есть как понять, что ты пришел на View разработчика? Когда тебя берут на конкретный проект, то тебя спрашивают компетенции, нужные в этом необходимом проекте. То есть я приходил в Ustech, в той компанию, которая сейчас работает, именно на View разработчика. Потом, когда тот проект закончился, на котором я изначально работал, меня начали спрашивать, типа, чувак, чувак, а ты как бы, ну, как с React, как с Angular, туда-сюда? Я говорю, нет, чуваки, я как бы натурал, я только в UGS, и, да, ищите мне, так сказать, был бы рад, если бы вы мне нашли проект именно на View.js. Ну, и мне, соответственно, уже под это искали. Но в целом, если ты просто приходишь в аутсорсную компанию, в которой тебя будут продавать на разные проекты, очень часто там в компании нужны конкретно просто фронтендеры, которые волочут и в том, и в том, и в другом. Мы, правда, с тобой из жизни просто знаем, что во всем одинаково хорошо разбираться не бывает такого. Поэтому в общем и в целом все равно какой-то... Поэтому в любой аутсорсной компании есть определенный упор. Типа мы берем проекты на React, потому что у нас штат разработчиков хорошо шарит в React. Или наоборот то же самое с Vue. Поэтому мне кажется, это, в общем, близко к истине. Когда... Ну, а когда ты идешь в продуктовую команду, там и того понятно. Там уже написан продукт на конкретном стеке, и они... Люди ищут работников, которые конкретно с этим стеком имеют наибольшие компетенции и опыт. Поэтому мне кажется, это недалеко от истины. Вот такие интервью, вопросы именно по Vue. Другое дело, что в этой стадии в основном такие джуновские вопросы. Вот. Но как бы, почему бы и нет? Хорошо. Это такой чек-лист, типа, что такое Vue. Для тех, кто хочет тоже... Хотя у нас тоже следующая тема, что Vue.js делает лучше, чем React. Вот. Ну, допустим, кто-то просто пытается узнать, что такое Vue. Так вот, первый вопрос. Что такое Vue.js? Ну, и правильный ответ. Vue.js — это фронт-эндовый JavaScript фреймворк для построения юзер-энтерфейсов с фокусом на SPA, Single Page Applications. На самом деле, конечно, уже есть надстройки на Vue, которые делают и PVA, Progressive Web Applications, и Server Site Rendering. Но, в общем и в целом, классический Vue.js — это SPA. Плюс у него раздельные компоненты, которые позволяют быстро там прототипировать, делать разные интерфейсы и так далее. Все он очень модульный и классный. Второе. В чем плюсы Vue.js? Vue.js легкий, но при этом очень производительный, девелопер-френдли, легко изучаемый, очень гибкий, и у него хорошие инструменты. Очень общие фразы, которые, наверное, можно было бы сказать абсолютно про любой инструмент, но тем не менее следующая статья опять же нам ответит, что за great tooling. Ну, то есть, правда, там из коробки есть и роутер, и управление стейтом состоянием, чего нету в React. То есть Redux, Redux, который добавили уже потом в React и в разные библиотеки для роутинга, они как бы... Это отдельные библиотеки. Во Vue.js их разработ... Vue.js и Vue.js и Vue.js разрабатывают Core Team. То есть это все делается как единый такой набор инструментов, который очень классно между собой работает и как бы нет никаких проблем. Что такое Instance View? Instance View или VM, то есть View Model, это, соответственно, View приложение, которое является как бы главным компонентом View, потому что каждый компонент это экземпляр View приложения на самом деле. Так вот, это главное View приложение, которое маунтится в какой-то div и, соответственно, рендерится с помощью рендер-функции. Вот здесь, собственно, указан синтаксис, как объявляется это новое View приложение. Вот. View как бы является господи, фреймворком, который работает на паттерны MVVM. Model View, View Model. Соответственно, это разделение того, что у нас есть модель, то есть бизнес-логика и View-модель. Это маппинги, как мы эту бизнес-логику представляем в интерфейсе. Соответственно, так получается, что модель это то, что нам приходит с API-шки и почти в любом View приложении мы эту модель как-то перевариваем, перемапливаем, как-то делаем так, чтобы та информация, которая нам сырая, прилетела, отображалась в интерфейсе, там красиво, понятно и так далее. На самом деле, как бы сказать, многие уже фреймворки до того, как этот паттерн объявили, по нему работали, но и тем не менее, как бы, да. Model View, View Model. Четвертое. В чем разница между VIF и VSHOW? Это две директивы, которые рендерят какие-то куски шаблона, то есть VIF это по факту как Display None, а VSHOW это как Visibility Hidden, то есть VIF вообще не рендерит этот кусок шаблона, а VSHOW рендерит его, но скрывает. В этом, собственно, единственная разница, поэтому если мы VIF им какой-то момент, то компонент не рендерится и все хуки жизненного цикла этого компонента не срабатывают, а с VSHOW они срабатывают, просто скрываются. Ну, то есть, этим можно пользоваться для того, как мы хотим, чтобы приложение работало. То есть, если мы через VSHOW отрендерили весь компонент, потом, когда мы его показываем, он тупо быстрее показывается, потому что все уже пререндерено, просто скрыто. Но зато, если мы VIF им какие-то куски, то у нас основной компонент быстро подгружается, потому что все его части подгружаются только в тот момент, когда нам надо их показать. Опять же, VIF поддерживает VELSE и VELSEIF. Ну, то есть, мы можем от разных условий рендерить разные куски. VSHOW так не работает. То есть, VSHOW просто есть условия, при котором показывать или не показывать. Чейнить их в одно мы не можем. Соответственно, в шаблоне, господи, в теге темплейт, то есть, это шаблон без дива какого-то, такой как бы мета-шаблон, работает VIF, а VSHOW там не работает. Пятое, что такое VUE компоненты, это, естественно, экземпляры VUE инстанса, только со своим именем и по факту со своими всеми свойствами. Дефолтный VUE.js это Options API. Сейчас Composition API как бы, ну, придумали, сделали в третьем VUE. Во втором VUE любой компонент имеет набор опций. Это Data, методы, computed, watch'и, mix'ины, ну и также все хуки, типа там, mounted, created, что происходит с компонентом, когда он создается, mount'ится, перед тем, как он удаляется и так далее. То есть, это все и есть VUE компоненты, экземпляр VUE instances с набором вот этих всех свойств и так далее. Ну, плюс VUE компоненты это они включают в себя сразу и шаблон, и скрипт, то есть, ну, как бы логику и стили. Все это инкапсулировано в один файл и оно как бы как вещь в себе. Шестой пункт. В чем разница между регистрированием компонентом локально и глобально? Локально компонент мы регистрируем через свойства Components, то есть, мы используем какой-нибудь компонент кнопки в рамках компонента формы. Глобально мы регистрируем какой-нибудь компонент поп-апа, который мы можем использовать, соответственно, везде или там что-нибудь такое. На самом деле, есть несколько способов регистрировать что-то глобальное. Можно это сделать как директиву, можно как компонент. Это все, опять же, зависит от архитектуры вашего приложения. Что такое пропсы? Как нетрудно догадаться из названия, это свойства. Это свойства и это интерфейс доступа родительского компонента к дочернему. Чтобы родительский компонент передал какую-то инфу в дочерний, мы используем либо глобальный state приложение, то есть, какой-нибудь store, либо пропсы. Просто спускаем на уровень вниз какую-то инфу, а потом с событиями поднимаем инфу обратно наверх. То есть, спускаем через пропсы, поднимаем через события. Восьмое. Как мы имплементируем двустороннее связывание? Что такое двустороннее связывание? У нас есть локальная модель компонента, в котором хранится инфа, какой-нибудь массив с фамилиями. Мы, если на форме меняем эту фамилию, мы хотим, чтобы у нас автоматически фамилия поменялась в этом массиве данных. Для этого используется директива vmodel, которая связывает свойства конкретного инпута с конкретным свойством в модели. И когда мы его меняем в инпуте, в модели он меняется. И наоборот, если у нас с бэкэнда прилетела новая модель, в инпуте она тоже автоматически меняется. Это очень классно, что в Vue.js есть директива vmodel, в React этого нет. Там приходится писать отдельно связки value и отдельно связки события input либо change для разных типов инпутов, соответственно. Что такое миксины? Миксины — это набор любых Vue-свойств, будь то data, computed, методы и прочие watch'и, которые можно использовать в разных компонентах, которые общие. То есть, условно, у нас есть массив, я не знаю, опять же, фамилии, мы его используем в нескольких... Это какой-то справочник. Мы его можем либо хранить в константах и везде подключать, либо можем его сделать как миксин и тоже подключать во все компоненты. У всех компонентов в дате будет лежать этот массив с определенным, так сказать, набором данных. То есть, это... Ну и также, соответственно, там можно хранить не только даты, можно хранить еще и методы. То есть, опять же, какой-нибудь метод перевода числа в строку или даты в другую дату. Его можно хранить как helper в отдельном JS-файле, а можно как миксин подключать в те компоненты, где он просто должен использоваться. Также, ну, если мы говорим про scope, то то, что в компоненте... Если вдруг в миксине есть массив names, и в самом компоненте есть массив names, и мы в этот компонент подключаем этот миксин, то names, которые в компоненте, заменяют те names, которые в миксине. То есть, как бы в компоненте более приоритетные лежат. Но это и понятно. Мы его можем подключить везде, а сверху уже типа заменить там, где нам он именно этот не нужен. Вот. Что касается хуков, то здесь немножечко наоборот. Ну, хотя, может и не наоборот. Короче, сначала срабатывает, если есть и там, и там хук created, например, то сначала срабатывает тот код, который в миксине, а потом тот код, который, соответственно, в компоненте по очереди. Они срабатывают оба, но по очереди. То есть, они не перезаписываются, а именно срабатывают по очереди. Ну, и как бы в конце, что такое ViewRouter? ViewRouter это официальная библиотека роутинга для ViewGS. Она сделана для создания страниц по разным маршрутам, передачи инфы между этими страницами там, ну и так далее. Короче, очень крутая штука. Все, кто использует ViewGS, используют ViewRouter, скорее всего, если их приложение не на одной странице находится. Поэтому такие 10 как бы вопросов, которые, по идее, вот если бы ты это всего не знал, то вообще не надо тебе идти на View разработчика. Поэтому эти вопросы, если к тебе приходит человек собеседоваться на ViewGS разработчика, по дефолту он это должен знать. Ты, конечно, ну, как я уже говорил в начале этого подкаста, я сначала всегда на любых собеседованиях спрашиваю человека что-то серьезное. Если я вижу, что он в серьезном плывет, я начинаю все более и более простые вещи спрашивать. А потом, что такое View? Да, а потом уже в конце, что такое View? Не знаешь? Ну, ладно, мы вам перезвоним. То есть, понятно, что можно было это и сначала спросить, но когда ты собеседуешь людей там на сеньора или на мидла хотя бы, как-то странно начинать с что такое ViewGS. Хотя, наверное, кто-то психологически наоборот спрашивает и как бы собеседуемый такой думает, а, халява. Начинает расслабляться и лучше проходит интервью, чем ты его сразу спрашиваешь про сложную какую-то асинхронность, как решить вчерашнюю проблему, которую ты сам еще не знаешь, как решить, но решил такой, короче, нагнуть чувака. Ну, то есть, это разные тактики интервью и тут как бы... Блин, интересно, кстати, сразу начать спросить. Причем, это же действительно, даже для сеньоров, мне кажется, это вопрос такой, типа, блин, View, а все, что это такое? Ты знаешь, как типа, что такое, какое-нибудь, что-нибудь очень дефолтное? И ты такой, блин, не можешь ответить сформулировать. Кто придумал бутылку? Вот это классическое, вот это? Да. Слушай, с другой стороны, а если ты сеньор, и ты, разумеется, знаешь, что такое View, но ты затупливаешь, как ответить, это же не является, как бы, показателем твоей компетенции, это просто ты затупил, потому что ты даже не ожидал, что настолько простой вопрос. А тебе уже интервьюер такой говорит, ну, нет, чувак, ты не проходишь. Это же тоже по факту, ну, ну, как бы, не знаю. А ты в этот момент как раз проблему решил, которую не мог решить. Вот, вот именно. Поэтому тут как бы, это всегда вопрос. И, собственно, так сказать, мастерство интервьюирования, это тоже мастерство, как мы, собственно, в начале подкаста и постановили. Да. Кстати, тут пишут, что вторую часть хотят писать. Да, да, чувак написал, что, типа, ждите часть 2, но, блин, это, конечно, смешно, потому что, я не знаю, в части 2, видимо, уже проблемы, которые вы решали. Вот, ждем. На момент написания первой статьи части 2 еще не было. Когда я, ну, как бы, это сказать. Когда докопировал, вставлял. Ладно. Хорошо. Следующий пункт, что в UGS делает лучше, чем React? Такая желтуха, желтушная. Не пункт, а я бы сказал целая статья. Да, да, простите, следующий пункт нашего подкаста, то есть, следующая статья. Гарри Вульф, суперреактор, ну, как супер, он просто говорит, что он React 5 лет последний использует, а это уже суперреактор, видимо. Ну, да. Вот, он решил такой пикануть в UGS, и прошелся по доке, начал как-то вникать, и, блин, его изумило, что некоторые вещи в UGS делают сильно лучше, чем React. Опять же, если вы UGS разработчик, и не знаете React, очень забавно это читать, потому что, это значит все равно, что чувак такой, блин, что машина делает лучше, чем ходить пешком? У нее есть колеса, и ты такой, как бы, ну, чувак, понятно, это же машина. А вот нет, то есть, как бы, реально, в React не было стандартной библиотеки для роутинга и для стора, и как бы вот, да, изначально все по-разному, как хочешь, так и крутись, по-разному. То есть, у него там много откровений оказалось, когда он вник. Да, 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 Правда, большинство из них уже в названии, ну, не в названии, а в определении развенчиваются, ну, в смысле, в React прямо, они сами пишут, это JavaScript библиотека, а в UGS так и написано, это прогрессивный JavaScript фреймворк. Ну, то есть, в определении уже создатели расставляют, так сказать, точки над И. Поэтому, как бы, React стопудово более, более, так сказать, это, легкий, потому что это библиотека, но при этом, ну, как бы, в нем меньше каких-то этих функций. Короче, пункты, по которым Гарри Вульф прошелся. А, ну, собственно, первый я уже сказал, это разные философии, поэтому в UGS это фреймворк, в нем больше инструментов, а React от библиотека, в нем меньше инструментов. Single File Components, как я уже сказал, во Vue.js и шаблон, и скрипт, и стиль в одном файле лежит, ты их никуда не потеряешь, и так далее. А в React это все в JS файле, и стилей там вообще по дефолту нет. То есть, это был GSX, в котором библиотеки для стилей были Emotion Styled Components. Я не знаю, кстати, сейчас использует кто-то Emotion или нет. Мне кажется, Styled Components везде, где я слышу в React. Ну, не важно. Короче говоря, даже стилизация не была встроена изначально. И он говорит, вы типа должны были знать, что существуют библиотеки для стилизации, прежде чем начинать писать какой-то свой велосипед. А во Vue.js это просто тупо, ну, в доке все указано. То есть, документация для роутера и для Vue.js, на нее ссылки прямо в официальной доке Vue.js. В React этого не было, поэтому как бы он тоже это разделяет, как разницу между React и Vue.js. Style Guide. Во Vue.js прямо в доке уже написано, как мы вам рекомендуем писать и как будет классно. У этого как бы есть плюсы и минусы. Ну, типа, тебе диктуют, как писать приложение, а ты такой весь творец. Это минус. Типа, казалось бы. Но вообще-то это и плюс, потому что ты в любой проект Vue.js не приходишь, если его писали не какие-то ренегаты и отступники, то, в принципе, ты как бы легко вкатываешься, потому что у тебя везде стандартная структура файлов папок, и как бы ты такой, вау, классно, я быстро включился в проект, могу уже делать какие-то таски. То есть я бы это все-таки как плюс расценил, но, опять же, это как бы мир у нас не черно-белый. Кому-то, может быть, и наоборот нравится. Классовые биндинги. Короче, я вот, опять же, для меня вот это, я здесь изумился, потому что в Vue.js ты можешь написать динамический класс и указать просто объект. Типа, если у нас свойство из Active True, тогда добавь класс Active. Если у нас свойство hasError True, добавь класс TextDanger. И во Vue.js это, ты как бы просто это пишешь атрибутом, и все, HTML. А оказывается, это как бы целый микрокусочек Vue.js, ну, типа, это отдельная библиотечка, класс Names. В React это реальная отдельная библиотека, и, опять же, если ты не знаешь, что она есть, ты как бы будешь пытаться что-то там костылить. А во Vue.js это просто встроено и классно. Вот это я не знал. Слот. В React любая хрень это проб. И когда ты в компонент, у тебя несколько кусочков этого компонента, ты все это как проб и должен передавать. Опять же, я вот из-за того, что я не знаю React, возможно, нам сейчас в комментариях напишут, типа, чуваки, Гарри Вулф, он дурак, он как бы говорит о React там десятилетней давности, а сейчас уже все не так. Сейчас тоже уже все встроено. Поправьте в комментариях, если он гонит. Я, поскольку не реактор, я вот читаю, как есть в статье и как бы комментирую со стороны именно Vue. Потому что во Vue есть такая штука, как слоты. Ты написал компонент, указал в нем слоты, типа, слот header, слот footer, слот default. И когда ты этот компонент где-то сверху подключаешь, ты сразу указываешь, вот компонент, а вот это засунь в этот слот, это в другой, это в третий. А в React тебе это приходится пропами передавать, и это как бы, ну, тебе приходится разметку передавать пропами. А здесь ты это в шаблоне прям пишешь, что вот в этом слоте заголовок, в этом такой-то пэшечка, такой-то параграф, тут другой-то пэшечка. Короче, это более, ты как бы с визуальной точки зрения это видишь, тебе это надо не JS передавать как пропами, а ты прям как HTML разметку пишешь. Просто ты, ну, немножечко другие теги используешь, но в сумме у тебя рендерится это в итоге очень классно. Плюс есть еще и шорткаты. Не обязательно писать V-slot, двоеточие хеддер, можно просто решеточка хеддер написать, и уже прям еще более readable у тебя все получается и классно. Я реально это считаю более девелопер-френдли, особенно если ты как бы не уже, еще не запятнал свои мозги React'ом. Ну, то есть, это же все дело привычки. Кто только начинал писать на React'е, для них это все, они к этому привыкли, для них это само собой разумеющееся, и они уже отошли. А если ты просто сразу вкатился с HTML-программирования во Vue.js, то у тебя очень мягкий и легкий переход, поэтому его как бы больше любят, его изначально проще было учить там в Vue.js, ну и так далее. Так что вот так. Директивы. Разные директивы, ну вот мы это в вопросах, в 10 быстрых вопросах про VIF, V-show и так далее. Вот во Vue есть разные директивы, типа VIF, V-show, которые поддерживаются, V-on это событие, то есть вместо того, чтобы писать on-click в JavaScript'е, просто делаешь собака-клик, ну или V-on-click и передаешь туда метод. Прям в шаблоне. В React'е это надо тоже было писать, ну в JSX'е. Вот. Плюс здесь есть модификаторы директив, типа клик и дефолтный стоп, стоп или превент там, ну и так далее. То есть это мы, допустим, мы на форм submit-prevent делаем и дефолтное событие submit формы вообще не работает. А в React'е надо было бы писать prevent-рэпер какую-то обертку там и туда передавать наше новое submit-событие. Ну то есть пишется просто по-разному и типа Vue.js оно ближе к дефолтному HTML, потому что в React'е у них уже там вообще своя атмосфера с этим JSX'ом. Поэтому тут, я не знаю, он вот кайфует, радуется, как будто он не писал 5 лет на React'е. Ну типа он бы мог уже привыкнуть давно, ему наоборот было бы тяжелее привыкать обратно. А тут он как будто 5 лет писал на React'е, плевался, и вот тут наконец-то все-таки удобно и классно. Поэтому меня немного просто в замешательство эта статья вводит, но прикольно, что вот она написана и что я не знал, что в React'е не так. Ну то есть опять же, вот Vmodel. Для нас Vue.js разработчиков это само собой разумеется, что мы просто пишем в Vmodel, записываем туда кусочек нашей модели из даты там или там из computed'а и все, и оно автоматически реактивно с двусторонним связыванием. В React'е это надо писать вручную с событием. Тем более во Vue.js еще Vmodel автоматически в зависимости от типа input'а ловит какое событие. Например, если это текстовое поле type input, то событие это on input будет дефолтное, а в чекбоксе это будет on change. В селекте тоже on change, при этом в селекте value это свойство это value, а в чекбоксе свойство это check it. Короче, если это писать вручную, надо до хрена запоминать разных этих, а во Vue.js просто Vmodel пишешь и все. Вручную, в смысле в React'е. Во Vue.js тоже можно писать вручную, но зачем, если есть Vmodel? Хотя, опять же, иногда надо изменить дефолтное, ну как бы не делать Vmodel, если там связывание разное, типа у тебя тебе пропом приходит значение, но при изменении ты меняешь не это значение, а какой-то другой связанный объект, ты это просто здесь прописываешь и все. Вот, но по дефолту можно юзать Vmodel, поэтому тут как бы все зависит от разных вещей. Кастомные директивы, это круто. Мы регулярно пишем в проекте свои кастомные директивы, тоже накидываем Vfocus или Vloading или что-то такое и описываем, что в любом компоненте, в котором есть эта директива, происходит такое-то действие. То есть написать-то можно просто как хелпер и в реакте везде в JSX просто передавать как событие или как что-то еще, но во Vue.js это более readable, ты просто добавляешь Vfocus и у тебя автоматически срабатывает логика, которая лежит где-нибудь там в папке директивы в одном JS файле, ты его один раз подключил при инициализации, он у тебя просто везде работает. Тебе не надо в голове держать какое-то событие или как это там шаблон меняет и так далее, это просто директива, которую прописал и она сразу работает. Вот, например, у нас на проекте есть директива Vloading, которая, если ты ее прописал, она автоматически показывает preloader в компоненте. Удобно. Ты один раз написал рендеринг preloader и тебе не надо его везде подключать как метод и вспоминать. Там у меня в шаблоне рендерится, там в дату кладется свойство loading, там и так далее. Ну, просто директива хреначь и все. Это круто. Ну, и последний плюс это написано на TypeScript. Последний в UGS переписан на TypeScript, поэтому поддержка TypeScript очень простая во UGS. Я, кстати, не знаю, как в React. Неужели React не на TypeScript? Вот. Но как бы раз он говорит нет, значит нет. И, соответственно, вот такие у него какие-то эмоции. И у меня примерно такие же, только в обратную сторону. Можно было бы почитать здесь комментарии какие-то. Вот. И, соответственно, вот он пишет, что хоть это... Вот есть Всеволод Трофимов. Пять дней назад он написал, что чуваки. Это, конечно, классно, что есть такой синтаксический сахар, но иногда сложнее уже впоследствии с кастомизацией. И он прямо тут по пунктам расписывает, что я полтора года юзал в U2, теперь в React и вот ты-ты-ты-ты-ты. То есть, как и всегда, это на самом деле просто вкусовщина. У кого-то мозг под одно подстроен, у кого-то под другое. И как бы, ну, заголовок, разумеется, такой кликбейтный немного, что в UGS делает лучше, чем в React. Но на самом деле делает не лучше, а просто по-другому. Вот и все. Блин, ну, то есть, ты мифы развенчаны все. Я, несмотря на то, что я супер в UGS чувак, не в смысле по компетенции, не в смысле приверженец. Я не стал защищать, просто чтобы быть кам... 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 быть... Finger in ass. Каким быть объективным. Вот. То есть, я хотел быть объективным и рассказал, как есть просто. Пишите в комментариях, если я опять все переврал. Я готов. Прикольно... Я по любой теме готов выслушать, что я все переврал. Прикольно, что есть такие чуваки, как Harry Wolf тоже. То есть, чтобы компетентным, он смотрит. То есть, он не просто тоже орет, что React рулится, а Vue лажа, как говорится. Он, причем, просто, видимо, сидел, ему хотелось попробовать что-то эдакое, и он попробовал Vue.js. То есть... Ну, его, видимо, остальное эдакое уже не вставляет. Вот. Вот Vue нормально. Прикольно, у нас сегодня большой блок такой разработческий, неожиданно. У нас вот... Такое, что у меня аж горло пересохло, и да. Ты прям потренировался. Хорошо, идем дальше, правильно? Можем? Да. Можем, можем, все. Короче, больше нечего сказать. Давайте. Patreon. Patreon.com slash ewebdesign. Ссылка на наш Patreon, на котором можно нас поддержать. Что будет включено в награды вам, если вы нас поддержите? Даже от одного доллара поддержка в месяц. Это доступ к прейшоу, который мы записываем до подкаста. Некий разогрев, так называемый, на свободные темы. В этот раз мы разогревались сутки назад, но все равно разогрелись так, что сейчас прям хреначем. Да, причем, кстати говоря, здесь у нас конкретно Саня подготавливает темы, которые такие, их не сдвинуть, они мертвые, но не Саня, там бухгалтерия. Канцелярия. Канцелярия, да. Да, а вот конкретно в прейшоу там прям гуляет душа, там вообще на что глаз упадет, то и говорим. Соответственно, если хотите послушать patreon.com slash ewebdesign, кроме этого хотел сказать, что можете также предлагать свои темы в телеграм-чате, если вы подписаны на патреон, там будет ссылка на наш чатик закрытый. Я причем раньше эту ссылку отправлял всем, а теперь я ее добавил в форму, типа, спасибо за подписку, вот ссылка на телеграм-чатик. Вот. Чтобы сразу реально конвертились люди, ну, кто хочет. До сих пор не все, кто становится патронами, вступают почему-то в этот телеграм-чатик, но, видимо, это позиция. Конечно. Не все любят общаться, знаешь, Сань, я по себе знаю. Поэтому patreon.com slash ewebdesign заходите, посмотрите, что там мы пишем, что выкладываем, может быть, вас заинтересует, вы подпишитесь. Вопрос в сторону, а твоя вот эта фотка, которую ты скинул для патреона, это куда ты фотографировался? Это, короче, нас фоткали на офсайте очень давно на работе и хотели, знаешь, там чуваки написали интеллектуальную систему, где лица совмещались друг с другом из-за чуваков из разных команд и поэтому там типа рофл был. Программистский рофл, так скажем. И поэтому у меня сохранилась хорошая качественная фотка. Ну просто я и думаю, это какая-то, ты как будто волкодава пошел, сфоткался специально для патреона и Саня Ефремов такой пишет, вот Саня, надо тоже было нормально сфоткать. Я такой, твою мать, я на переднюю камеру в айфоне сфотографировал пятилетней давности, там, понятно, говно. Причем это старая тоже фотка, то есть ты-то все-таки более свеженький в маске, а я тогда еще не знал, что маской надо будет носить. Да, в общем. Пойдем к теме про игрульки. У нас сейчас три темы, блок такой. Во-вторых, сейчас я откисаю, потому что пересохло горло, а во-вторых, про игрульки, поэтому я вдвойне откисаю. Три темы, я тоже не напрягаюсь абсолютно. Sony и старые консоли. О, не кайф. Тема о том, что оказывается, Sony плохие люди. Особенно подразделения PlayStation. Конкретно здесь нам пишут. Ну-ка, сейчас посмотрим, будет объективность или будешь защищать? Я объективный. Я больше того, я зашел специально, немножко разрыл, там чуть-чуть прорыл и вообще буду объективным. Самое объективное. Оказывается, Sony своими новыми консолями еще и урезают старые консоли. А конкретно, например, всякие консоли типа PSP, PS Vita, вот, например, PS Vita. Этой консоли что-то типа 9 лет, она 2011 года. Не очень-то и старая. Но, например... Тем не менее, столько, мне кажется, не живут. Столько не живут, но сейчас, например, очень сильно заблокировали вообще через веб-браузер покупку игры на старой консоли. Конкретно у Sony. и теперь можно купить только для PS4 и для PS5 уже. Все. Через браузер. Соответственно... Через браузер на компьютере, в смысле? Да, просто браузер. Понял. И, соответственно, для PS Vita теперь тебе нужно любыми способами покупать просто в PSN. То есть, ты заходишь через PS Vita, ее открываешь, включаешь, запускаешь там PSN, внутренний магазин. Он, естественно, еле как там что-то сопротивляется, что-то там делает, там, е-мое, тупит. И также для PS3. PS3 тоже достаточно старая консоль, очень много классики на ней вышло, любимых игр всеми, но, тем не менее, PS3 теперь никак не купить игры, кроме как внутри в PSN. Вроде как, типа, еще можно жить. Идем к консоли PSP. PSP достаточно веха. Вообще, это портабл консоль, она классно выглядит, мы с тобой смаковали как-то ее вид даже. И вообще... Все классно. Все классно. Эксклюзивые виды вообще, да. Правда, PS Vita тоже на нее похожи, но как бы менее киберпанковая. Менее классная, да. Но вот PSP, на ней аж с 2016 года вообще нельзя в PSN ничего купить. А раз нельзя в PSN ничего купить, а, соответственно, нельзя и купить в... В браузере. Да, ты только можешь, если у тебя есть PS3 или PS Vita, зайти там в PSN, и там уже доступны игры для PSP. И там купить, и тогда тебе на PSP прилетит. Выглядит не очень удобно. Хотя казалось бы... Это тоже типа прикольно, это квест там целый и так далее, но... Да. Здесь ссылаются на то, что все-таки, все-таки, ну, старые игры, это классика. Старые игры, это искусство, которое делали, тем более там какие-нибудь игры для PS2. Да, там всякие... Вот, например, Demon's Souls, который сейчас на PlayStation 5 ремастер делают, там, ремейк, ребут, не знаю что, и все такие, блин, рефербиш, блин, Demon's Souls, это же та самая, которую мы играли тогда-то на PS3. Ты не можешь сейчас оригинально удобно купить на PS3 Demon's Souls, с браузера не купить. Если у тебя есть PS3, то тебе приходится заходить в этот еле ворочающийся PSN, покупать там вот этот Demon's Souls еле-еле там каким-то образом. И, короче, все плохо. И как бы вот эта вот вся ретро-тема с играми, которую так любят, знаешь, говорить, блин, ретро-геймин. Я до сих пор NES люблю. Вот. И как бы, если бы был реально легкий способ там на iPhone сейчас ее купить, я бы реально пошел и купил просто, ну, это круто. Они, мне кажется, наоборот теряют на этом деньги. Это не то, что все такие, ну, похрен, Demon's Souls не куплю, тогда пойду куплю PS5, буду играть, я не знаю, в Fallen Order, в 4K. Ну, ну, нет, люди хотели именно в Demon's Souls в оригинальный поиграть условно. И как бы, это две разные аудитории. Ну, да. Конечно, это абсолютно разные люди, но что мы видим? Мы видим, что просто, если игры расценивать как искусство, то само по себе искусство, никто его не хранит почему-то в Sony, не стараются сберечь вот эти вот реликвии, так скажем, вот эти вот картины, да, так называемые. Они все просто с каждой консолью, то есть вот выходит сейчас PS5, все, до свидания PS3, до свидания PSP, Vita, все это, все забыли про это. Хотя вроде как раньше балдели, говорили, а вот у нас обратная совместимость, вот у нас, когда выходила PS3, у нас было там все обратно совместимо, потому что очень мало было на релизе консоли каких-то эксклюзивов там, да, вот у нас все классно, а в итоге все забыто, все, короче, до свидания, и поэтому, ну, типа плохо. Я пошел, такой думаю, а может сейчас зайду и у Xbox то же самое. И оказывается, я смог нагуглить, у Xbox все еще поддерживается в браузере покупка игр для Xbox 360. Ну, хотя бы для 360, это считай, как PS3. Они немножко, да, они немножко, конечно, находятся там в другом месте, то есть нужно тоже поискать, они тоже, знаешь, их там в задницу засунули. Понятно почему, потому что цены вообще на ретро игры, почему, собственно, в задницу засовывают. Цены на старые игры маленькие, неинтересно это все, то есть зачем поддерживать? Но это все равно не ноль, я не понимаю, это противоречит здравому смыслу. Возможно, они не хотят, чтобы люди зацикливались на старых консолях и играли в старые игры и продолжали. Ну, то есть у них реально гипотеза, что от этого будет меньше продаж новых игр и новых консолей. Люди будут ностальгировать все свое свободное время играть в Tekken 3. на PS2. Видимо, да, потому что по статистике, как говорят Sony, никто не играет в старое дерьмо. По статистике все покупают новые игры на новых консолях. Вот это их позиция. Тогда что бояться-то? Ну, то есть, если по статистике ничего не изменится, то что вы ссылись? Дайте людям двум, которые хотят поиграть в ретро, не анальный способ это сделать. Я понимаю, что что такое купить из браузера? Это типа ты на работе такой, сейчас я дома приду, поиграю в Tekken 3. Ну, или там в Tekken 4, да, на PS3. И ты такой именно с работы, с браузера уже покупаешь, чтобы домой. Жене звонишь, просишь, слушай, нажми уже установить там в магазине. Я уже купил тебе, только надо, чтобы, ну, скачиваться началось. И такой приходишь и играешь. По идее, ничего тебе не мешает просто прийти, нажать, установить с PS3, пойти поесть пока, а потом вернуться и уже играть. Но все равно, как бы, и Sony ничего не мешает не ставить эти палки в колеса. Согласен, согласен. Просто, видишь, я бы еще не поверил бы тому, что PSN плохо работает на PS3, например. То есть, именно магазины встроенные плохо. Я бы, может быть, такой сказал, да, это какой-то, знаешь, Xbox какой-то, фанбойк ли вещи тут все. Но, причем не фанбой, а фангерл, здесь, кстати говоря. Но, блин, ни хрена не так, потому что я себе представляю. Между прочим, PSN и на плойке четвертой плохо работает. Не то, чтобы плохо, но, знаешь, для PS5 это целая фича, что PSN там встроен в систему. То есть, чтобы ты понимал, это вообще отдельно... браузер, это апка нативная. А в PS4 это все еще через, типа, браузер, обертку какую-то там. Там все будет летать. Типа, в PS5 они обещают, что у тебя не будет такого, что ты заходишь, а ты заходишь обычно в PSN и там все грузится. Там видно, что это отдельные костыли какие-то были сделаны. И ты такой, блин, там что, где? Ты такой начинаешь листать, оно все не прогружается. Твои акции, все предложения, все грузятся, там, сто часов. Ужас, ужас, короче. Я боюсь, что, короче, на PS3 еще хуже, потому что скорее всего, обертка та же самая, там просто браузер, а там уже какие-нибудь промисы не используются, и у тебя на PS3 еще дольше грузится или вообще не грузится, не дай бог. Да, короче, вот с этим, конечно, да. То есть, все-таки Sony здесь как-то не стараются пойти навстречу чувакам, которые любят в ретро играть. Ну да, мы с тобой сейчас представили, что они злые гении, а на самом деле, возможно, тупо хреново это, хотя нет, они злые гении, они же с веб-браузера отменили, на веб-браузере это точно должно нормально работать. Ну вот непонятно, да, то есть все-таки злые гении, ну, похоже, что да. Поэтому интересно, как они, потому что здесь еще грустная такая мысль по поводу того, что они скоро вам и PS4 запретят, когда PS5 выйдет, как обычно, то есть сейчас гордятся тем, что у нас полная совместимость, там, 99,9%, условно говоря, можно будет играть, а потом и это запретят. Ну, будем смотреть, опять же, непонятно. будем реагировать по факту очень часто. Да. Следующая тема про, тоже почти консоли, но я бы сказал, это околоконсольная тема, как околофутбольная. Так. Тема про то, что Ash Parish, вот та, которая написала статью, она пишет о том, что, короче, она с сестрой вместе жили там... Сеструхой практически. Сеструхой. Да, сеструхой жили в страхе перед мамой своей по поводу того, что нельзя было играть нормально на консоли. И, соответственно, как минимум, в том числе из-за этого, у них был PlayStation на двоих, и они первые, разумеется, первые PlayStation, они в своем детстве, не то чтобы, знаешь, нельзя было играть, но это было как бы такое, guilty pleasure. Это как бы надо было, знаешь, ну, было стрёмно. Это как, знаешь, мама приходит, и надо свои игрушечки обратно убрать. Да, да, да. То есть, хватит вот это разбрасывать, своих солдатиков, чтобы никто не наступил. Соответственно, они вместе с сеструхой собирали консоль, как только мама приходила, они слышали, как гараж открывается в американском доме по-классическим. И, значит, в этот момент они быстренько убирали. Они как автомат ее обратно. Конечно, они собирали как автомат обратно в коробку PlayStation. И оттуда пошла как бы такая некая привычка, что ли, в принципе, в целом оставлять коробку более-менее даже в хорошем виде. И даже вот этот ярлычок, вот этот язычок, который заходит, знаешь, в коробках обычно, чтобы закрыть ее и тоже оставлять в целости и сохранности. Я понимаю, да, да. Да. Отсюда пошла как бы... Как назвать-то ее, не знаю. Ну, я понял, о чем. Вот, да. Привычка оставлять эти коробки консольные. И тут она пишет, что кроме PlayStation, который уже давно, так скажем, покрылся прахом, там где-то пропал, остальные ее консоли, которые она покупала, она сохраняла коробки, причем в хорошем состоянии. И все еще у нее есть некая такая любовь или как бы отсылка к детству, я не знаю, ностальгическая какая-то штука, что все ее консоли, вот, например, PS5, вот эта синяя коробочка, которая здесь нарисована, она не такая крутая была, как у PlayStation обычно. Почему PS5? PS2. Фу, PS2, я уже только PS5. Интересно, PS5 синий или все-таки белая коробочка? Там, ну, там белая и белая с белым. И с черным. Ну, продолжай. Вот, в том числе и PS2, и здесь у нее куплены свитчи, причем разные, и Mario Kart, свитч с Mario Kart, и просто отдельные, видимо, там несколько у нее свитчей, и даже вот это Борилл, в Борилле, в... В... В макаронах. В макаронах, да, приходила какая-то там, видимо, еще консолька, она тоже сохранила все эти коробки от них, как бы в дань памяти детству, и что мама заставляла сворачивать консоль по-бырому обратно, и она даже подумала, что, блин, может быть, она одна такая, типа, кто оставляет коробки и написал об этом целую статью, почему бы нет? Я могу сказать, что... Прикольно, что ей дают на целом кодок описать статью такую. Да, то есть, почему бы нет? Да. А у меня, кстати, говоря, тоже хранится от свитча коробка. У меня раньше хранилось... А, PS4? Раньше хранилось от PS4, но она так много занимала, вот честно, просто абсолютно... У меня в нано-квартире не то, чтобы разойдешься, но просто это, ну, бессмысленно хранить коробку от PS4. Я не считаю, что гараж был сразу. Согласен. То есть, там 100 коробок войдет. Согласен. Еще Dodge Ram 2. У меня еще, кстати говоря, у меня еще не лимитка, и как бы, знаешь, ну, меня немножко коробит, что у меня не лимитка PlayStation, и как бы, ну, ничего прикольного в ней нет. Там она была бандлом с некоторыми играми, но она никакая-то не расписная, не какая-то прикольная. Поэтому я как бы забил и выкинул эту коробку, хотя она у меня лежала какое-то время. Потом я такой думаю, да нахрена я ее храню? Ну, ее выкину. А от Switch'а коробка у меня хранится. Она, во-первых, не очень большая, она такая более квадратная, как бы это ни странно не звучало. И кроме этого, она лимитка. Я горжусь, что у меня... У тебя с деблой, да? Да, у меня с деблой, близзардская. Я вообще в целом горжусь, что я лимитку каким-то образом урвал. Причем я помню, что я очень сильно сэкономил на Switch'е. А я сэкономил, как мы знаем, значит, заработал. Да. То ли в Eldorado, то ли в Nvidia. Я покупал... Нет, я покупал в DNS'е. А, ну просто. Но кроме того, что в оранжевом магазине, я сэкономил на том, что мне навалили очень много бонусов из-за того, что мы тебе покупали подарок, возвращаясь к Nintendo. Мы покупали тебе подарок на DRH'у. И я, короче, вместе с твоим подарком себе еще подарок купил. И мне полностью все баллы за твою консоль и у консоль. Я, соответственно... Ну, во-первых, у нас не так разница в дни рождения большая. То есть ты, в принципе, чуть-чуть заранее себе тоже купил. Да, я чуть заранее себе купил. Порадовал себя. И я купил вообще там за какие-то 17 тысяч рублей. Сейчас даже за такую цену... Сейчас одна игра столько стоит. Да. Сейчас за такую цену уже не найдешь консоль. Плюс она лимитка, как я и сказал, Blizzard'овская. У меня прям чехол рядом. Черные джойконы, да? У меня джойконы черные везде нарисовано. У меня на чехольчике нарисован Blizzard написано. То есть фирменный чехольчик от Blizz'ов. И на самой на ней и на консоли, на док-станции, которые я вообще нахрен не пользуюсь, везде принты Blizzard, все дебла, все такое. То есть все классно. И поэтому, собственно, я еще не в последнюю очередь храню коробку. Она классная. Еще одно... Кстати, еще одно из пунктов, почему я храню коробку, она значимая в моих отношениях, в моих смысле, в моей личной жизни, потому что я... В какой-то момент ко мне залетела моль в квартиру. Я очень сильно боялся ее убить. Вот. И у меня не было нечем убить было. Разумеется, моль, она большая, и нужно что-то, чем убить эту моль. Вот. И первым попавшимся оказалась коробка из-под свеча под руку. И я тогда говорю, Регин, ну убей, пожалуйста, моль. Можешь убить? И она говорит, дай что-нибудь, дай мне что-нибудь. И я такой, ну на, что-нибудь. Я даю ей коробку от свеча, и она прям вместе с док-станцией внутри бьет эту моль, и моль абсолютно по белым стенам... Как пуля со скученным центром тяжести, там док-станцией, бау! Да, бау, закручивается, короче, убивает эту моль реально, и по белым стенам она там, все мозги ее размазываются, и я уже более с удовольствием, с эрекцией, так сказать, еду убирать эту моль, уже мертвую, потому что... Вот, короче, поэтому... А стена отмылась? Чё? Стена отмылась, да, кстати говоря. Я ее так по-бырому тряпочкой протер, и нормально. Ну и все, круто. Короче, такая, то есть, видишь, не только у Ash Parish есть истории про коробки, у меня тоже видишь. Я храню коробку от Ness Mini, потому что я надеюсь когда-то все-таки снять на нее обзор, и нужна коробка. Я даже храню две коробки от дополнительных геймпадов, которые я к ней купил. Вот. В одной тупо нераспакованный геймпад, потому что я напомню, я купил два, хотя, ну как бы, один был в комплекте, один я купил, чтобы на двоих играть, как я люблю, а третий я купил запасным, если вдруг один отъебнет, и они потом нигде их будет не купить, у меня всегда есть запасной один геймпад, чтобы как бы, ну, дольше жила вообще это все, и все коробки я пока храню. Ну да, тем более там прикольно, в принципе, в целом, это прикольная консолька, я не знаю, ее даже можно, знаешь, мы тебе ее подарили просто, чтобы ты ее смотрел на нее, да играть не обязательно, мне кажется, это чисто прикол. Но играть в нее тоже отдельный кайф, она вот у меня сейчас в офисе стоит, именно на системнике сверху, вся подключена, у меня в Monique подключен и комп, и консолька, и можно кнопочкой на Monique переключать источники, поэтому, в принципе, я в любой момент могу ее переключить, так сказать, и это, и спробовать. Кстати, пришел к этому выпуску, я рассказывал про NES Mini, про то, как я ее прошивал, и немножечко про Castlevania, по-моему, не помню про что. Вишь, как у нас все сразу в тему-то, вообще классно. А ну вообще, если по этой статье, прикольная история и прикольная картинка, я вообще очень люблю первую PlayStation, у меня была, ну как, мне давали погонять на месяц, и это был лучший месяц в моей жизни, но я еще считаю... Карты памяти я еще вижу, и они сасные, именно сасные. Да, я еще считаю, один из лучших месяцев в жизни, когда тебе дали Xbox 360 погонять. И мы с удовольствием прошли GTA 5 тогда на релизе. Да, да, мы прям купили, прям с картой, до сих пор у меня где-то эта карта лежит от всего штата. Это круто. Да, это тоже незабываемые дни. Кстати, об Xbox, хочется сказать. Ну-ка! Ну давай, поговори со мной, да, об Xbox. Следующая тема, и финальная в этом подкасте, не переживайте. Стриминг игр с Xbox на телефоны. Вот так. Они ближе все к релизу нового Xbox, всякие новые фичи допиливают. Конкретно, то, что теперь можно, если у вас есть Xbox, можно на свой iPhone и iPad, я думаю, что и на Android, стримить игру, которая, соответственно, у вас куплена на Xbox, просто вот непосредственно на телефончик. Но Xbox, видимо, включен должен быть в этот момент. То есть, все-таки физически к моему Xbox коннектируется? Кроме того, что он должен быть включен, он может еще быть в режиме ожидания. Я не знаю точно доподлинно, как это в Xbox работает, но там есть, наверное, режим ожидания. В PlayStation есть. И, соответственно, здесь тоже есть, скорее всего. И просто на телефоне, но я бы, я здесь тоже такой, знаешь, крутой, я опять начал рыться, копаться, я такой крутой, но у PS4-то есть Remote Play, все такое. Но Remote Play обязывает тебя быть в одной Wi-Fi вместе с PlayStation, чтобы играть на своем телефоне или управлять с помощью телефона. То есть, Remote Play это все-таки штука, которая внутри сети работает. Здесь Xbox и Microsoft вместе с ними хвалятся тем, что они сделали хреновину, что ты можешь прям далеко сидеть, высоко глядеть и играть не в одной Wi-Fi, а просто с хорошим подключением. Если у тебя реально LTE или Wi-Fi, соответственно, то ты играешь в свои игры с Xbox на своем телефоне. Такая вот штука. Вроде бы нахрен не нужная, а вроде бы и прикольно, можно чуть-чуть там что-то... Тем более, зная, какие игры в Game Pass'е раздают, будем продолжать тему Game Pass'а, там достаточно много инди-игр, которые неплохие. Здесь же не только Game Pass'ные, обычные, любую, абсолютно любую. Но я имею в виду, что... Они как раз iPad и iPhone friendly, что называется. Конечно, ты берешь, и прям у тебя... Я считаю, это очень классно. То есть, в этом отношении, если Xbox ориентирован еще и на такие простенькие аркадки, то есть, если ты PlayStation купил, ты уже обязан, ты должен просто играть в God of War какой-нибудь, или в Человека-паука, то все-таки на Xbox'е ты такой зашел в Game Pass'е, какую-нибудь хреновину, там открыл классическую какую-нибудь, там что-нибудь, и начал уже балдеть на телефончике с легким управлением, тебе не сложно, ничего у тебя там не тормозит, интернета особо много не надо вроде бы для такого. Короче, прикольная фича, молодцы, Xbox очень сильно идет в народ. Я вот, я вижу это, у них хорошая политика в этом плане, они начинают... Если идет в народ, наверное, на андроиде тоже будет. Ну, в первую очередь, да. Кстати, здесь указано, что за исключением Xbox 360 и оригинальных Xbox'овских игр, видимо, одновременно эмулятор и стриминг это уже тяжело, даже для Xbox Series X, поэтому, да. При этом Xbox One и игры все-таки готовы, то есть, там, видимо, не сильный эмулятор, но да. А там, наверное, и не эмулятор, там такая же архитектура, поэтому X86. Ну да, да. Ну круто, что я могу сказать. Вот такие дела. Дела классные. Тебе как вообще по политике нравится Xbox? Как сами? Вот ты так слышишь иногда отголоски про Xbox? Мне нравится, но я ее все равно не покупаю. Ну то есть, мой голос нравится, я бы все равно не засчитывал, как... Я понимаю, я понимаю, но это же, понимаешь, потенциально. То есть, ладно, ты, допустим, ты не покупаешь, но, допустим, кто-нибудь у тебя спросит, и ты заколеблешься, то есть, спросит, Санек, а что брать? А я буду, я не буду, я буду открыто говорить. То есть, я опять же объективно скажу, вот PlayStation для вот этого, а Xbox вот для вот этого. Это профессионально. Я скажу сильные стороны того и другого, потому что, ну блин, просто так засрать то и другое, это как-то тупо. Не хочу. Я понимаю, я понимаю. То есть, вот это более, я считаю, профессионально. Да даже я не засру, хотя я бы мог засрать. Но я знаю тоже про Xbox много хорошего, и вообще мне нравится их, ну вот, вся тема с геймпасом, и что они стараются что-то делать. То есть, это не просто, знаешь, можно было бы засрать консоль, которая действительно, ну, не идет на встречу к людям. То есть, вот как было там дерьмо, так и осталось. Они все-таки стараются, и это надо учитывать и уважать. Поэтому молодцы. Да, я точно так же и PlayStation уважаю, просто, ну реально, ну эксклюзивы, ну вот как бы, почему бы и нет. Ну инновационный геймпад с акселерометром, там со всеми этими фичами, это они же тоже стараются, делают. Просто, ну они в другую сторону, но опять, надо просто об этом открыто говорить, и будет классно. Согласен, согласен. Хорошо, все. В принципе, в целом. Надо говорить про наших патронов, тоже будет классно. А у тебя открыто, Я все еще не подготовленный. Давай я, давай я. Ну точнее как, я подготовленный, но у меня, видишь, нет второго компьютера здесь, а на первом, соответственно, монитор записывается. Мне нравится, я поэтому, знаешь, я и не спешу, чтобы, не подгоняю тебя, чтобы у тебя там все работало, мне нравится называть патронов. Если что, patreon.com slash uwebdesign заходите, будете в этом списке, если нас поддержите более чем на 5 баксов. Я выровню, наоборот, самого большого тира. Это первые помощники наши, а конкретно Артур Сабиров, Игорь Катив Продакшн и Макс. Вот эти три первых помощника, таких мощных. Я уже не знаю, перебьет их кто-то или не перебьет, но, в смысле, в том плане даже не то, чтобы перебьет, а будет ли вместе с ними еще четвертый помощник. Мы надеемся, а то какая-то у нас уже какие-то тройки игроков на барабане, знаешь, поле чудес. Так. Далее штурманы. Штурманы, 20-долларовые. Это Никита Ларк, Константин Гончаров, Владимир Анохин, Иван Мерзавцев. Это, по сути, четверка. Четверка. Штурманов. Далее, десятибаксовые, почетные космонавты. Дмитрий Скрипкин, Константин Мудрюк, Владимир Шейн, Петр Гульчук, Паша Мое Почтение, Бэт Кэт, Дмитрий Казарцев, Граф Абалмасов, Алексей Ценко, Ануар Балгимбаев, Кеша Пуделев. Вот и все. Из десяти баксов. Пятидолларовые космонавты. Такие просто, знаешь, дешево насердито. Юджин Скакун, What is Love, Кристина Халитова, Мила Кучер, Иван Ксоксо, Никита Гончаров, Айрон Вулф, Эдуард Мисков, Иван Савин, Анастасия Чащина, Дмитрий Перещук, Игорь Ли, Алекс Ньюбостон, Илья Смагин, Трофим, Петр Гаврилов, Геннадий Хатовицкий, Эльмира Халилова, Андрейчик, Рома Фролов. Он просто пять баксов, но почему-то у него перечеркнуто. Он, видимо, не выбрал, что он космонавт. Антон Потапенко, Я Веб, Алексей Фреймо, Иван Сухин, Миша Хохлов, Виталий Ходочинский. И, собственно, все. Круто. Спасибо всем, чуваки. Скоро уже надо будет как-то, я не знаю, время как подтемку выделять на патронов, потому что уже действительно много, и это круто. Мне кажется, что хочется, конечно, до конца года, чтобы было сто. Не знаю, получится или нет, но хочется. Пойдем к обойке. Давай, идем. Я на ней. На обойке я вижу олдскульный фонарь, в который положены диодные, такие, короче, новогодние фонарики, маленькие. И это все стоит в лесу, где-то на листве осенней. Вот. И выглядит очень красиво. Сейчас я подумаю, наш подкаст, наш подкаст, ну, блин, ты каждый раз мне сложнее и сложнее придумываешь, вот честно тебе скажу. Но, я думаю, что наш подкаст это просто чувак, который оставил этот фонарь здесь, я считаю. Фонарь это, естественно, темки, которые светят. А наш подкаст, он как бы оставил стоять красиво, светить, и чтобы все видели, какой интересный натюрморт происходит здесь. Ну, тут действительно неплохо. Вот. И да, наш подкаст это чувак. Он просто незримо оставляет, что-то делает, и да. Я вообще, конечно, ну, придумал, что наш подкаст это гирлянда, разумеется. У меня всегда самый стандартный ответ, самый банальный. И каждый огонечек это темка. Но самое главное здесь это то, что мы не видим, где источник питания. Розетки рядом нет. Да, да, я тоже про это подумал. Так вот, наш подкаст, он работает вообще без подзарядки, на святом духе, на патронах наших. Поэтому, спасибо всем, чуваки. И мы его, видишь, в такую ретро-стилистику обрамляем, хотя по факту мы уже супер-хай-тек киберпанк. Да, да, согласен. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Увидимся когда-нибудь, как всегда, через неделю, или две, или три, или в декабре. Скоро не актуально, шутка про декабрь станет, потому что будет уже декабрь. Придется будет про следующий год шутить. Но пока еще, да, увидимся когда-нибудь. Было круто. Спасибо всем, давайте, увидимся, пока. На пока. Пока.